Славянская радио Всем здравия! С вами Народное славянское радио Сегодня у нас 22 февраля 2016 года Понедельник по одному из современных календарей А по одному из старинных 32 день месяца в юг и стужи 7524 лета седьмиться Мы начинаем живой эфир, который будет проходить в формате посиделок То есть такой неформальный формат И основная тема у него будет Это от суеверия к ведовству И посвященный еще у нас будет раздел празднику предстоящему А также вопросы и ответы То есть вопросы от наших радиослушателей к нам И наши ответы от нас к нашим радиослушателям Так что все зависит от вас Какова будет сегодняшняя передача Интересная или неинтересная В первую очередь все-таки зависит от вас Какие будут интересные от вас вопросы И в разделе от суеверия к ведовству Мы будем разбирать одну из программ Братья Месяцы А именно от 18 февраля 2016 года Агафия Коровница Там очень много примет народных И очень много, наверное, можно назвать, суеверий И вот мы разберемся, где там просто приметы Которые бывают, случаются, бывают, не случаются Где там суеверия какие-то не совсем понятные А где там уже ведовство И вот здесь как раз будет у нас проводиться Такая легкая форма игры Когда мы прослушаем передачу И потом будем общаться И маленькие кусочки будем разбирать И мне интересно будет, как вы это понимаете Представлю, что у нас еще в эфире Кроме меня будут участники нашего радио Один из них сейчас уже присутствует Василий Васильевич Здравия всем, друзья Вот, по возможности подключатся еще другие Наши участники извинились Потому что дела у каждого есть свои И у кого-то они очень важны Поэтому если получится, то подключатся И к нам еще подключился Ратник Анатолий Михайлович Здравия, Михайлович Приветствую всех Ну что ж Я думаю, что мы можем начинать сегодняшний наш эфир Вижу в чате народ появился Это означает, что мы можем задавать вопросы Можем начать общаться Давайте, наверное, мы сначала начнем говорить О том, что нас в ближайшее время ожидает То есть вы пишите вопросы свои, пожалуйста, в чате Василий Васильевич у нас по традиции за чатом следит Если он будет говорить, я буду следить Когда я буду говорить, он будет следить И будет перебрасывать уже вопросы из чата В наш внутренний чатик для того, чтобы мы общались Вот, значит, я предлагаю начать с чего Предлагаю поговорить о предстоящем празднике 23 февраля Естественно, что этот праздник отмечается уже очень много лет Естественно, что много раз его называли по-разному То есть переименация у него происходила Или перекрещивание, или переименование, как хотите это называть Но до сих пор идут споры А что же такое этот праздник 23 февраля Сейчас это день воинской славы в России До этого был день советской армии, военно-морского флота До этого был еще день красной армии И так далее, и так далее Так вот, кто-то говорит, что это все выдумки Что это все полная ерунда и чушь Не было никаких там сражений Нечем было посвящать А кто-то говорит, нет, сражения были Это героические моменты нашей истории И поэтому праздник нужно сохранить Вот давайте мы сейчас между собой пообщаемся И будем смотреть, что вы будете писать в чате Чтобы это тоже озвучивать И как-то нам иметь представление о том, что вы думаете Ну что, кто из наших друзей? Анатолий Михайлович или Василий Васильевич Кто из вас первый что-то скажет? На ваш взгляд, что такое 23 февраля? Ну, немножко, наверное, я могу сказать Давай И как для меня 23 февраля Это советская армия и военно-морского флота Почему я так считаю? Я все-таки служил кадровый военный офицер Служил в советской армии Прослужил там 18 лет До того момента, пока она не разрушилась Полностью Все те традиции Которые там нам провивали Именно любовь к родине Защита родине Я считаю, что там были верные Те наплывы Скажем так Та вся шушера, которая была навешана Именно на этот праздник Я считаю неверно Почему? Сам вопрос Стоит не то В какой день Что праздновать А вопрос Как праздновать И что праздновать Непосредственно Потому что Именно этот праздник Он чествовал Именно людей Которые защищают родину Нашу родину Ну вот Вкратце В принципе Для затравочки Я понимаю Понял Понял тебя Ну в общем У тебя Насколько я понял Так сублимировать Мысль достаточно простая Не важен день Важно Как праздновать И что праздновать То есть С каким подходом Что именно И так далее Суть вот такая Понятно Василий Васильевич Что еще скажешь? Ну Поскольку старший по званию Уже высказался И наступил мой черед То я скажу Немножко попроще Потому что Этот праздник И этот день Сейчас как его назвали День воинской славы Все таки Не означает Какую-то там Чисто Годовщину Или что-то Еще этот день Мы празднуем Тех людей Которые отдали Свой воинский долг За свою родину Выполняет Свой воинский Долг Я еще раз повторюсь Это ребята Например Которые погибли И в Афганистане Сейчас в современных Воинах Которые идут Те которые Прошли Чечню Те прошли Которые у нас Кавказские воины Прошли И тех людей Которые сейчас Например Выполняют Свой дружеский Интернациональный Повторю Долг В Сирии И в других Горячих точках Эти люди Не по своей воле Избрали свою Скажем так Не то что Не по своей воле Они добровольно Пошли служить Вот в старом фильме Есть Офицеры Хорошая фраза Есть такая профессия Родину защищать Вот Поэтому В этот день Может быть Кто-то и скажет Что вот Там и имеет Истоки Какие-то Такие-то Такие-то Может быть Он и имеет Такие истоки Я даже Может быть И соглашусь с ним Но в первую очередь Нужно понять Что Люди Отмечают Воинский праздник Которых у нас Не так и много Некоторые праздники У нас тоже Испоганили Например У нас есть Хороший праздник День ВДВ Но к сожалению Это устроили Из него Какой-то Марш-парад Непонятно кого Не обижай Не обижай Непонятно кого В никаком случае Я не обижаю Просто мне Как-то немножко Немножко неприятно Видеть Когда взрослые Сильные ребята Занимаются Мягко выражаясь Ерундой Вот Хотя Честь и слава им За то Что они служили В этих войсках Таких у нас Как говорится Профессиональных праздников Воинских Очень много У меня у самого Есть такой Профессиональный праздник И поэтому я Бог Соликом их поддерживаю Единственное Что У нас нужно Учитывать Что люди Должны иметь Повод И день Когда Помянуть Тех Кто Не дожил До этого дня Тех Кто отдал Свой воинский долг И тех Кто По каким-то причинам Перестал Носить Погоны На плечах Ну это Как бы Так От тебя Я сказал Благодарю Тебя Давайте Сделаем так Здесь уже Вопросы Идут Василий Пожалуйста Вопросы Когда закончил Говорить Посмотри в чат И сюда Сбрасывай А я предлагаю Вот что Сделать Буквально Вот за Час До начала Эфира Я закончил Монтировать Очередную Статью И мне Хотелось бы Эту статью Включить Чтобы мы Все послушали И ее Обсудили Также напоминаю Что вы можете Задавать вопросы В эфир Не только По 23 февраля Не только По Агафьи Коровнице По приметам И суевериям И ведовству Но еще И вопросы Которые Если вас волнуют Какие есть По нашему радио Итак Давайте мы Послушаем Статейку Не очень большую А потом Ее немножечко Обсудим Всем здравия На народном Славянском радио Звучит статья Что мы празднуем 23 февраля Ежегодно 23 февраля Отмечается День защитника Отечества Праздник Настоящих Мужчин По сложившейся Традиции В этот день Принято Поздравлять Всех представителей Мужского пола Независимо От рода Деятельности Или возраста Мальчикам Юношам И зрелым Мужчинам Женщины Дарят подарки Отмечая заслуги И значения Мужчин В их жизни По факту Этот праздник Стал аналогом 8 марта Ключевым моментом Которого Является Лишь смена Ролей И полов С тем отличием Что 23 февраля Поздравляют И женщин Связавших Свою жизнь С воинской Профессией В этом рассказе В этом рассказе Вместе с вами Мы попытаемся Разобраться С истоками Появления Этого праздника Обойдя стороной Известной версии Говорящей о том Что 23 февраля Как и 8 марта Это искусственные даты Связанные с праздником Пурим Поскольку о том И так можно найти Много исчерпывающей Информации В ходе рассуждений Нам предстоит Коснуться Исторических документов Четко указывающих На истинную Суть данного вопроса Сегодня мало кто знает Что изначально День защитника Отечества Было принято Именовать Как День Красной Армии Это официальное название Праздник получил В 1922 году В честь героической победы Красной Армии Над немецкими войсками Под Нарвой и Псковом В 1918 году Только каких-либо Упоминаний О боевых победах Рабоче-крестьянской Красной Армии Как в архивах Советских войск Так и в архивах Противника Не обнаружено Нет упоминаний О славных победах РККА И в советских газетах Того времени Известно Что в январе И феврале Многие большевистские части Позорно бежали Перед малочисленными Германскими отрядами Не оказывая им Хоть какого-то Значимого Воспротивления Если кто-то И дрался с немцами Защищая Отечество Так это были Господа офицеры И солдаты-ударники Осколки русской армии При этом Официально Командующий обороной Нарвы Товарищ Дебенко Со своими матросами Срочно отбыл В южном направлении Были сданы И Псков И Нарва В ночь На 24 февраля Ленинское правительство Отправило германцам Телеграмму О принятии их Условий мира То есть О капитуляции Выходит Что день капитуляции Это и есть Праздник Защитников Отечества Может быть Мы не в том направлении Ищем верного ответа Ведь существует День организации РГКА Обозначенный Каким-то приказом Указом Или иным Официальным документом Может быть Правда лежит На поверхности А мы ходим Вокруг да около А потому и не видим ее Конечно В архивах Красной армии Хранится декрет Об организации Рабочей крестьянской Красной армии В котором есть Следующие строки Старая армия Служила орудием Классового угнетения Трудящихся буржуазией С переходом власти К трудящимся И эксплуатируемым Классам Возникла необходимость Создания новой армии Которая явится Оплотом советской власти В настоящем Фундаментом Для замены Постоянной армии Всенародным вооружением В ближайшем будущем И послужит Поддержкой Для грядущей Социалистической Революции В Европе Ввиду этого Совет народных Комиссаров Постановляет Организовать Новую армию Под названием Рабочая Крестьянская Красная армия Председатель Совета народных Комиссаров В. Ульянов Ленин Казалось бы Вот он ответ Но Декрет подписан 15 января 1918 года По новому стилю А первые регулярные Части Появились у большевиков Исполняется Исполняется год Не на 15 января А на 17 февраля С предписанием В этот день Собирать материальные Средства Для доблестной Красной армии Логику такого решения Трудно понять Но факт Остается фактом Далее еще Интереснее Поскольку День Красного Подарка В 1919 году Пришелся На рабочий Понедельник То был Передвинут На воскресенье 23 февраля Вот такие Интересные Повороты Стало обретать Наше расследование Но ведь Всем известно Что 23 февраля Называют Не День Красного Подарка А День Защитника Отечества Когда И по какой Причине У этого праздника Появилось Современное Название Очередное Рождение Этот праздник Получил В 1922 году Именно В этот день Лев Давидович Троцкий По рождению Лейба Давидович Бронштейн Заявил Что причиной Праздника Являются Первые военные Успехи На фронте И спустя год Население Страны Торжественно Отметило 23 февраля Как День Красной Армии В февральском Выпуске Газеты Известия Была размещена Статья Содержащая Информацию О доблестном Подвиге Красной Армии В 1918 Году Окончательно Этот догмат Был закреплен В сталинском Труде История ВКПБ Краткий Курс Опубликованном В 1938 В 1938 Впоследствии Ворошилов Отмечал Что эта Дата Носит Случайный Характер Но поскольку Сталин В кратком Курсе Написал Что части Молодой Красной Армии Наголову Разбили Германских Интервентов Под Псковом И Нарвой То сомневаться В этом тезисе Долго еще Никто Не посмел В приказе Сталина Датированном 23 февраля 1942 Снова Содержались Упоминания О подвиге Красной Армии Под Псковом И Нарвой Против Кайзеровских Войск Германии Был отмечен Особый Героизм И отвага Доблестных Советских Войнов До 1946 Года Этот праздник Именовался Днем Красной Армии А в 1946 Году Отмечался Уже Как День Советской Армии И Военно-морского Флота С 13 Марта 1995 Года Праздник День Защитника Отечества Эта дата Была установлена Федеральным Законом О днях Воинской Славы И памятных Датах России Принятом Государственной Думой И подписанным Президентом Российской Федерации Борисом Ельцином Часто Можно Слышать Вопросы А можно Ли так Бездумно Поступать С нашим Наследием Привязывая День Воинской Славы Ко дням Позора И капитуляции Можно Ли искусственно Выдумывать Праздники И забывать О настоящих Геройских Событиях И славных Победах Нашего Прошлого Почему Мы живем Иванами Не помнящими Своего Родства Предавая Подвиги Предков В угоду Чьим-то Ошибкам Или злобному Умыслу Вопросы Эти Вполне Логичны И уместны Ведь Если Сила В Боге А Бог В правде То Для чего Нам жить Во лжи И кривде Даже Если Они Ярко Оформлены И сладко Пахнут Неужели Мы еще Не насытились Никчемной Лживой Бутафорией Для чего Предавать Беспамятству Своих Великих Предков Не посрамивших Себя Перед Лицом Смерти Жили Они В правде По совести Была У них И воля И сила Сами Так Жили И нам Завещали Я не вправе Кого-то К чему-то Призывать Каждый Выбирает По себе И праздники И принципы Жизни Я уверен Лишь в одном Находясь Во лжи И кривде Правды Не добудешь И если Сам Память Предков Предал То что Ожидаешь От своих Потомков Вы слушали Статью Что мы Празднуем 23 февраля Желаю Всем Добра Ну вот Такая Статья У нас Прозвучала Вы можете Оценить Статью Как понравилось Не понравилось В чате Пожалуйста К нам Еще присоединяется Григорий Здравия Гриф Василий Васильевич Как тебе Статья Какие Мысли По этому Поводу По этой Статье Замечательная Статья Мыслей Много Просто Я сейчас Сам Некоторые Вещи Можно сказать Спервые Услышал Вот И Немножко Вот сижу Сейчас Перечитываю Есть Некоторые Моменты Которые Даже Начат Того Что В 1946 Году У нас Было Переименование И прочие Остальные Даты Они Не совсем Укладываются В голову Поэтому Я еще Буду Это Дело Листать И изучать Вот А так В целом Да Потому Что Основные Вот Этот Период Когда Появился Этот Праздник Как бы Возник В начале 18 Ну вот С 15 Января 18 Года И заканчивая Его Примерно До 19 Года Вот Этот Период Как раз Вот Неразберихи Того Что Творилось У нас На Руси Я думаю Что Это Показательный Факт Когда Не знали Куда Его Приткнуть Просто Вот Мне так Показалось Потому Что Давайте Сделаем Сюда Давайте Сделаем Сюда Вот У нас Как бы Декрет Получился Подписан Был 15 Числа Сдвинули Потом Чему-то Его Сдвинули На 17 Потом Вдруг Начали Его Приписывать Уже Каким-то Выходным Праздником С какого Друг Перепугу Не тоже Не понятно Вот И Вот Эти Вещи Они Вызывают Сомнение Насчет Того Что Нужен Ли Этот Праздник Может Нужно Его Как-то Взять Старый Праздник И К нему Уже Приделывать Какие-то Новые Значения Может Быть Как-то Его Видо Изменять Вот Ну Как говорится Что сделано То сделано Я тебя понял Хорошо Михалыч Что скажешь После услышанной статьи Статья В принципе Неплохая Но Как я уже Как говорится И Раньше Говорил И Сейчас Могу Сказать Так сказать Критические Выражения Почему-то Мы Всегда Как бы Зацикливаемся На чем-то Одном На каком-то Одном Переводе Сейчас Вот мы Говорим День Защитника Отечества Но Всегда Почему-то Мы Вот Начинаем Привязывать Это Вот Именно К 17 К 18 Году К декрету К тому подобное Ребята Ведь Русь Она Существует Не Не Лет Не 200 Не 300 И Даже Не Тысячу Лет Вы Все Прекрасно Знаете Что Произошло В 17 Году Но До Этого Ведь Тоже Были Воинские Праздники И Тоже Был День Защитника Отечества Он По-другому Как-то Назывался Я Сейчас Точно Не Скажу Не Помню По-моему Это Все Там Привязывалось Именно Полтавской Битве Это Был Очень Такой Грандиозный Праздник В Царской России Именно Но До Этого До Петра Ведь Тоже Была Русь И Там Тоже Был Праздник Он Тоже Был Какой-то Дате Привязан Я тебя понял Там возникает Логический вопрос Главное сейчас Вопрос Не в том Стоит А почему Именно 23 Почему Не 18 Почему Не Скажем так Не первое Не второе Там Или какой-то 20 день Какого-то Другого Месяца Вопрос Я так считаю Должен стоять Не в том В каком Месяце Именно Какой Датой Это Праздновать Вопрос Вообще-то Стоит Как Зачем Его Праздновать И что Здесь Должно В этот Праздник Входить Что Мы Должны Вспоминать Ведь Чем Хорошо Сейчас Вот По крайней Мере Сегодня Я Вообще Люблю Слушать Радиозвезду Да По крайней Мере Сегодня К Этому Празднику Ни разу Не было По Именно Радиозвезда Именно Провязано Какой-то Гражданской Войне Или Отечественной Войне Вспоминались Там Именно Те Воинские Даты Воинские В смысле Подвиги Наших Предков Раньше И в Турецкой Войне И Войне Со Шведами И Промелькнули Даты Именно С Александром Невским Здесь Нам Надо Определиться Не Нужен Ли Или Нужен Нам Праздник Праздник Нужен Вопрос Что Мы Должны Здесь В этот Праздник Чествовать И Кого Вот Я хотел Тебе Задать Вопрос Кстати По этому Поводу Ведь Давай Так Наша Задача Просто Упираться В 23 Февраля Что Вот Есть Такой Праздник И Все Не шагу Назад И Мы На нем Стоим На этом Празднике И За него Горой Кто Слово Скажет Тому Зуб Выбиваем Или Все Таки Мы Понимаем Что Как ты Правильно Сказал История Руси Россия И Руси Она Настолько Древна Что Количество Праздников В разные Совершенно Разные Дни И Совершенно В разные Месяцы И По значимости По своей Их можно Сравнить Судьбоносными То есть Если В этот День Была спасена Россия И Мужество Было Проявлено Столь Высоко Что Дальше Уже Не о чем Говорить То именно Этот день Должен быть Праздником Если же Мы Просто Привязываемся К 23 Февраля То Выясняется Что Почвы Вот как В статье Сказано Я сейчас Не говорю Ни от себя Ни от своей Мысли А как В статье Сказано Почвы Для этого Праздника Никакой Нет В этот День С 23 На 24 На ночь Ленин Согласился Отправить Телеграмму В Берлин О том Что он Принимает Условия Капитуляции Которые Выставила Ему Кайзеровская Германия А там Были Если вы Хотите То почитайте Какие там Были Условия Это Полное Подчинение Вообще Германия Россия Как таковой Можно было Сказать Что и не было Боже После этого Дальше В эти дни Никаких Существенных Боев По Проявлению Героического Какого-то Там Победоносного Направления Не было Были Отступательные Бои 23 Тут сказано Что Вот там Сражения Какие-то Были Или Не были Но это В другой Статье Будет Рассказано Но Суть То в том Что Сдавали Города Было Поголовное Бегство То есть Мало того Что подписан Был акт Капитуляции Ну не подписано Соглашение Подписание Капитуляции Капитуляции Только 3 марта Была подписана В Бресте Было соглашение Мало того Что Не было еще Самой Красной Армии Потому что Не успела Она еще Сформироваться Только в марте Красноармейцы Стали приходить На фронт Когда уже Был подписан Акт Капитуляции То есть Брестский мир То получается Что Вот исходя Из этой статьи Мы то празднуем На лживой основе Давайте может быть Мы изберем Более значимый праздник Который ни у кого Не вызывает сомнения Не у тех Кто за То что праздновать праздник Как и мы с тобой Да и ты и я И я думаю присутствующие За то чтобы у России Был такой праздник Вот И те которые против Именно 23 февраля Не потому что Им не нравится День защитника отечества Нет А потому что Вот просто Ну Глупость какая-то Праздновать День капитуляции Как День защитника отечества Праздновать День красной армии Когда только Приказ был А еще формирования Не происходили Когда Был призыв Социалистическое отечество В опасности И была объявлена Мобилизация И так далее И тому подобное Поэтому смотрите Что происходит Вот здесь вот чат Я наблюдаю Здесь вот еще начинается Что превратился День во что В поздравление Когда Мальчикам и девочке Дарят какие-то подарки И как правило Это что Это лосьоны для бритья Или пена для бритья Или там Бритвы Или лосьоны Ну какая-то такая фигня То есть Что мы здесь видим Мы видим Ту же самую бутафорию Которая заложена В самом этом празднике Изначально Бутафорский праздник Бутафорские подарки И кому дарятся Какие подарки Для того чтобы Брили бороды То есть становились Женоликами То есть Мы видим Что вот бутафория Заложена изначально Она проявилась И в том Что сейчас происходит Вот в чем проблема Поэтому я же не предлагаю Отменить день воинской славы Я предлагаю Чтобы этот день Воинской славы Был настолько значимый Чтобы он не превратился В очередную Бутафорскую игрушку Что ты мне подаришь сегодня И что я подарю тебе завтра Или там Через две недели А чтобы это был Такой праздник От которого Слезы на глазах От счастья И от радости Что мы В этом племени Раду находимся Что мы Причастны к тем предкам Которые Этот день Для нас завоевали Проявили Вот свою Отвагу личную Не посрамили Русь И мы хотим Быть достойными Вот это будет праздник Это ведь то же самое Например Что Например Давайте объявим праздник 22 июня Ну Глупо Да Почему А потому что В этот день И там можно придумать Кучу историй Потому что В этот день Пограничники сражались Очень долго Кто-то там На месяц Врагов удерживал Кто-то там Три дня стоял Кого-то сразу смели Не в этом факт Не в этом дело вернее Факт то Что они стояли до конца Ну давайте 22 объявим Но это же будет Ну как-то у многих В голове Это как так-то Столько тут Траур Да Столько людей погибло Столько оплошности Было совершено А мы праздник будем устраивать Вот это то же самое Если вернуться К 18 году Примерно то же самое Было и в те времена Ведь было Поголовное отступление А это только мы разобрали Два города Которые сдались А ведь Чуть-чуть южнее Там вообще не было Никаких не загорят отрядов Никого Там вообще боев не было Там было 50 дивизий Астрогерманских 50 дивизий германских Двигалось на Питер Спокойно На Питер На Москву Там вообще не было Загорят отрядов Никаких Если здесь хоть какое-то Сопротивление оказали То там кроме перестрелок Ничего не происходило Вот о чем идет разговор То есть нам Давайте так Какое резюме можно подвести Нам нужен праздник Но На мой взгляд Пришло время Посмотреть А есть ли праздники На самом деле Те, которые По духу И по совести Соответствуют Дню воинской славы Вот Такое вот предложение С моей стороны Давайте Как-то это обсудим И Может быть Придем к какому-то Совместному Выводу Григорий Ты подключился Голосом Нет? Да Меня слышно Вот теперь слышно Говори Всем доброго вечера Микрофон Скоро Так О чем говорим? Если праздник Притянут за уши Бутафорский праздник То Отношение к нему Ведь тоже Бутафорское Ведь надо посмотреть Что дарят Нашим Мальчикам Девочке Да? Ну Что дарят Конечно Хороший вопрос Я бы не отказался Если бы мне подарили СВД Да тебе СВД не подарят Тебе подарят Набор для бритья Очередной Я тебе о чем и говорю Но тебе СВД Естественно Никто не подарит Поэтому Сейчас Заменено Это более Мирными Подарками И Дело-то ведь Может быть Не в подарке А во внимании Но Тут Как говорится Бабка на двое Сказала Лично Мое Отношение Как человека Служившего Я не воспринимаю 23 февраля Как праздник Я воспринимаю Его как выходной день Еще один выходной день Который я могу Побыть Со своей семьей Когда я могу Сходить К знакомым К родителям В гости Когда я могу Побегать на лыжах Побыть на природе Что угодно Вот Какого-то Великого празднования Я внутри себя Не ощущаю И у нас Есть Хороший Праздник День воинской Славы Это день победы Городить Еще какой-то Один день Крутого мужика Но у нас Таких дней Хватает Это день Военно-морского Флота Это день Воздушных Десантных войск Можно продолжать До бесконечности Я служил Во внутренних войсках У нас тоже Свой праздник есть То есть Все это Отмечается Смысла Вот Создания Как уже было сказано В статье Что данный день Не привязан Ни к чему И не было сказано К какому дню Это все было привязано Изначально В то время Когда этот праздник Был создан Но мы этих товарищей Оставим в покое Я думаю Потому что Надоело уже Переливать из пустого В порожнее Вот Мое мнение Такое Что вот Для меня Есть выходной Есть Если я захочу Отметить праздник Когда на Ворота Ителя Был приколочен Щит Я отмечу его летом Если я захочу Отметить День летний перуна Либо зимний перуна Я отмечу его Когда мне это Заблагорассудится То есть Я не буду Привязывать себя К 23 февраля Или какому угодно Другому Любому числу Благодарю тебя Благодарю тебя Кстати Хочу еще сказать Что сегодня По одному Из славянских Олендарей Отмечается День Дида Ну вернее Сегодня Завтра Будет отмечаться День Дида Кто не знает Это Такой день Когда По линии Отца По линии Мужчин Вспоминают Всех предков Это именно Вот именно Воинский праздник Почитают И тех Кто погиб И тех Кто прошел Воины И тех Кто с нами И тех Кого уже с нами нет Вот один еще Из вариантов Такого мужского праздника Но только Он совпадает С 23 февраля В некоторые Годы В некоторые Чуть там плавающие Но суть в том Что вот примерно В эти же дни Есть День Дида Но об этом-то Никто не знает Практически Вот И давайте еще Тогда маленькую статью Послушаем Здесь уже будут Только факты Одни Подаваться И потом Анализ по этим фактам Всем здравия! На народном Славянском радио Звучит статья Факты и выводы О 23 февраля 1918 года В последние годы Посвященных 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 этому празднику Мы подробно Были приведены В последние годы В последние годы от Пскова, передовой отряд германцев был остановлен. Для понимания сути вопроса следует отметить, что кайзеровские передовые отряды включали в себя до 100 человек, но многие населенные пункты сдавались без боя еще до прибытия основных сил противника. Например, Двинск был взят немецким сотенным отрядом, а в Режице германцев было столь мало, что они даже не смогли занять телеграф, который работал еще целые сутки. Псков защищали сборные войска под командованием бывшего полковника генерального штаба Пеклеванова. В его подчинения входили 2-й красноармейский полк Черепанова, сформированный из солдат Северного фронта, отряды латышских стрелков, псковские красногвардейцы, питерские рабочие и солдаты, а также отступившие к городу остатки частей 70-й пехотной и 15-й кавалерийской дивизии с двумя ударными батальонами старой армии. В боях под Псковом и Нарвой принимали участие офицеры 15-го украинского гусарского, 15-го татарского уланского и копорского пехотного полков, никак не симпатизировавших советской власти, но сражавшихся со честь России. По разным данным, в этих сражениях со стороны России могли принимать участие от 20 до 35 тысяч человек, большей частью из которых были или латышские стрелки, или белогвардейцы, или добровольцы, руководимые белыми генералами и офицерами. В ходе боев 24 февраля немцы, подтянув тылы, артиллерию и резервы, прорвались на окраину Пскова. В ночь на 25-е вышли к центру, а 28-го овладели всем городом. Остановились немцы под станцией Тарошина, куда успели прибыть из Питера батальон 1-го корпуса Тукумского латышского полка, 2-й запасной пулеметный полк Красной армии и красногвардейцы Петроградских заводов. Однако остановка немецкого наступления может крыться и в том, что в те дни полным ходом шли переговоры о подписании капитуляции России перед Кайзеровской Германией. Под Нарвой, которая пала 3-го марта в день заключения Брестского мира, войсками данного участка руководил бывший командующий 12-й армии генерал-лейтенант Парский. Комендантом Нарвы был назначен нарком-военмор матрос Дебенко, вождь центробалта и герой Октября, который преступно бросил город и с эшелоном своих матросов уехал в Гатчину, насильно захватив с собой еще и генерал Парского. 7 марта после драки Дебенко прикатил в Ямбург, где сумевший избежать от него Парский командовал обороной. После непродолжительной инспекции Дебенко с отрядом матросов отправился кататься по России, за что впоследствии был предан суду, исключен из партии и приговорен к расстрелу. Однако по ходатайству Калантай помилован и дальнейшими подвигами в гражданской войне заслужил прощение и восстановление в рядах партии. Кто еще воевал под Нарвой? У станции Ихви и Кохтла отличился бронепоезд путиловских красногвардейцев. Активно действовали части 3-го красноармейского полка Северного фронта, латышские отряды, венгры-интернационалисты, эстонский ревельский отряд и рабочие отряды из Петрограда. После знаменитого призыва Ленина «Социалистическое отечество в опасности» в Петрограде была объявлена добровольная мобилизация. И с 23 февраля по 8 марта добровольцами в ряды РККА вступили 37 тысяч человек, из которых на фронт попали только 17 тысяч. Помимо добровольной была объявлена поголовная мобилизация не только для фронта, но и для рытья окопов. И хотя в начале марта на пути в Петроград был создан непрочный заслон против германцев, на других участках фронта полсотни германо-австрийских дивизий неудержимо продвигались вперед. Но после принятия Лениным ультиматума 24 февраля и подписания 3 марта Брестского мира о каких-то серьезных немецких наступлениях говорить вряд ли следует. Какие выводы можно сделать из прочитанного? Некоторые населенные пункты сдавались без сбоя, из-за паники и повального дезертирства революционных матросов и солдат. И хотя 23 февраля немецкие войска под Псковом и Нарвой встретили сопротивление, но главную роль в нем играли остатки белогвардейских соединений, латышских стрелков и добровольцев, а среди революционных начальников встречались паникеры и мародеры, оставляющие своих подчиненных на произвол судьбы. Несмотря на проявленные местами героизм со стороны защитников Отечества, считать 23 февраля днем Красной Армии можно с огромной натяжкой, поскольку в большинстве своем стойкость проявляли представители старой армии, так как новая Красная Армия была еще в стадии формирования согласно декрету от 15 января, и первые регулярные части РККА появились в марте, а полноценное становление боеспособной Красной Армии пришлось на середину сентября 1918 года. И, наконец, в ночь с 23 на 24 февраля Ленин отправил в Берлин телеграмму о принятии условий немецкого ультиматума, что, на мой взгляд, и послужило поводом для ослабления германского наступления на Петроград. Теперь давайте подумаем, стоит ли брать за основу Дня Воинской Славы февральские события 1918 года? Неужели в нашей истории не найдется однозначной, значимой победы, которой может гордиться без оговорок и домыслов каждый гражданин России? Для чего нам что-то придумывать и приписывать? Зачем кривить душой? Я нисколько не умоляю память тех, кто сложил голову, защищая Отечество в этот далекий год. Вечная и светлая им память. Я всего лишь в очередной раз задаю себе вопрос. 23 февраля – это праздник? Вы слушали статью «Факты и выводы о 23 февраля 1918 года». Желаю всем добра! Продолжаем разговор. Итак, продолжаем разговор. Напомню, что сегодня 22 февраля 2016 года, понедельник по одному из современных календарей, по одному из старинных, 32-й день месяца в юг и стужи, 7524 лета, седмица. Все остальные календари не перечисляю, их достаточно большое количество. Ни один эфир, наверное, понадобится, чтобы всех перечислить. Итак, главная тема у нас будет в дальнейшем от суеверия и к видовству. А сейчас мы пока и продолжаем разбирать тему праздника. У нас 23 февраля, если праздник, то чего? И так далее. Анатолий Михайлович, вот эта статья, где, в общем-то, факты одни изложены? Что по ней скажешь? Ну, факты там выложены правильно. Но, опять же, к этим фактам можно подойти с одной стороны, можно подойти с другой стороны. Те именно настоящие патриоты России, невзирая под каким они там цветом находятся, они стали, они объединились для защиты. Вот и все. С другой стороны, если посмотреть, именно 23-е, 23-е число, почему поменять числа. Смотрите, что сейчас происходит на Украине. Там поменяли числа праздники. То есть, самый день военно-морского флота Украины сделали другим, день защитника отечества, или не знаю, как у них там сейчас называется праздник, сделали другим. Но подавляющая часть, особенно старшего поколения, отмечают именно 23-е февраля. И мы тоже самое, вот как я. Я не привязываю 23-е февраля именно к 18-му году. Я просто его привязываю, что этот день защитника отечества. В принципе, как сейчас в России сделали. Понимаю тебя. Если бы сейчас мы будем менять на какой-то другой праздник, вопрос на какой. На самом деле, у нас сколько славных дат есть? Очень много. Даже начиная с наших ведических дат, и заканчивая, скажем так, последними, недавно, скажем так, я считаю, очень такая существенная дата, которую стараются сейчас забыть, но я ее не забуду, когда вот именно в Чеченской войне, это рота десантников практически полностью полегла. Тоже дата? Вопрос именно не в дате, а вопрос в празднике. Если он праздник есть, он должен был праздником. А то, что там сказали, вот именно вот там начали дарить, там, как говорится, помады, мазки, ползунки и тому подобное. Это же везде по-разному кто-то. Да, гламурная часть Москвы и всего населения. Она там носится с носками, носится и с мылом, и с одеколоном и тому подобное. Мы не носимся. Мы собираемся, мы отмечаем именно День защитника. Ну, в данном случае мы вот, именно, так сказать, мои сослуживцы, если мы собираемся. Мы празднуем этот как день, День Советской Армии и Военно-Морского Флота. Это лично для меня. Когда ты стал говорить про эти, про мыло, одеколон, я так подумал. Знаешь, у кого чего болит, тот, то и покупает, или тому, то и дарит. То есть, если от тебя воняет, смердит, то и любым одеколоном не закроешь эту вонь, и никаким мылом не отмоешь. То есть... Прошу прощения, перебил. Недаром же, говорится, когда стал вопрос, как, как говорится, вонь и грязь удалить человека, на Руси придумали баню, в Париже придумали духи. Вот и все. Ну да. Так вот, если мы сейчас вернемся к тому, что ты сказал, правильная мысль. Нельзя рубить. Нельзя рубить. Потому что и для меня этот праздник так или иначе тоже не просто так существует. Хотя Григорий сказал, что очередной день выходной. Но все, кто служил в армии, так или иначе, все равно этот праздник где-то отвлекается там внутри. Вот что-то такое есть. Кто-то там 16 лет, кто-то 20 лет, кто-то 30 даже лет отдал. Кто-то всего полтора-два года отслужил. Я имею в виду советскую еще армию. Не вот эту вот современную, а ту советскую. Все равно где-то там отвлекается. Именно, как ты прямо сказал, где советская армия, военно-морского флота. Поэтому здесь, наверное, рубить нельзя. Нужно найти какой-то другой выход. Во-первых, надо, на мой взгляд, если бы я был руководителем России, что бы я сделал? Что бы я сделал? Я бы поручил народу или лучшим представителям народа выбрать самые знаменательные дни в древней нашей истории, ближнем нашем современном каком-то представлении и что-нибудь там подальше. и что бы они были вот приблизительно так четыре по сезонам, да? И после этого не закрывая 23 февраля. Вот как праздновали, вот так давайте будем праздновать. Просто бы еще стал делать все возможное, чтобы эти праздники стали более популярны, чтобы о них стали говорить, чтобы все прониклись в тому, что было на самом деле. То есть вскрыть то, что было на самом деле. И тогда со временем народ просто-напросто будет понимать, что да, 23 февраля – это дань тем людям, которые сражались под знаменами Красной Армии, как ты правильно сказал, которые служили в Красной Армии, которые ковали победу в 41-45 годах и потом еще кое-где воевали. Вот. Это дань. Мы его не трогаем. Это святое. Хотя и сделано на лжи, но все-таки мы не про ложь говорим, а про тех людей, которые сражались. Но будем еще создавать ту основу осознания мира на совести, на чести. И вот тогда, мне кажется, все стало на свои места. Вот что по этому слову, по этому можно сказать, Василий Васильевич? Пока ничего не могу сказать. Я ищу эту цитату из одной хорошей книжки. Так что, может быть, кто другой выскажет. Тогда Григорий у нас есть. Григорий, ты микрофон не потерял? Нажимай кнопочку, говори. Микрофон не потерял? Ну, сказать я ничего не могу. В принципе, все правильно сказал. И ты. И Михалыч, да. Ну да, и Михалыч, ратник наш. Но у меня есть как бы свое. Мнение о своем отношении. Я не ратую за то, чтобы от него отказаться. Я просто высказал свое мнение. Ну, а предложение, то, что сделать, например, четыре праздника, найти те реальные даты, которые были, и дать народу понять, что вот это наши тоже основные праздничные дни, именно дни воинской славы. И потихоньку их... Ну, Алексей, а не получится? Не получится ли, как у нас на теперешней Руси повелось, да? Русский праздник урат и празднует все, что угодно. И Новый год по новому летоисчислению, потом по старому летоисчислению, потом по китайскому. И понеслось, поехало до Дня Победы. А почему? Просто назначаем дату определенную, и все? Ну, вот я и говорю, это не станет ли очередным поводом? Нет, не станет. Объясню почему. Потому что те дни, их называли и по старому, и по новому. Хотя в 2018 году уже был. Новый летоисчисление введено, опять же, подписан был указ Лениным. Но все-таки, все равно, там путаница была. Там в статьях указывается по старому, по новому и так далее. А здесь, когда мы назначаем, мы назначим однозначно вот этот день. Это, например, победа на тем-то, это победа здесь, это подвиг тех-то, это подвиг тех-то и так далее. Ну, я понял тебя. Но вот смотри, ну, как мне вот кажется, прежде чем назначать какие-то даты, праздники, надо сначала с головой людей подружиться. То есть, людей подружить с тем, что было действительно. А не то, что многие и даже в школе не изучали. Гриш, ну я же сказал, если бы я был президентом, я бы так сделал. Мы же играем в страну, если бы я был президентом. Да в том-то дело, что вот это если бы икабы... Нет, давайте, мы играем в игру. Вот ты президент. Вот с этого дня ты назначаешься президентом. Вот тебе подпись, печать, ты президент. Вот что бы ты сделал по поводу праздников? И как бы ты проводил эту политику, чтобы никого не расстроить, никого не обидеть, но при этом, чтобы правда восторжа оставовала? Для начала я бы никаких праздников ни вводить, ни отменять не стал. Я бы разобрался с вещами наиболее злободненными. Это с нашим уголовным кодексом, который, как известно, рубит, как говорится, странообразующий коренной народ. Так, вы сейчас в экстремизм, я чувствую, залезете, Григорий, вы сейчас в экстремизм лезете. Я об этом и говорю. Для начала надо было бы разобраться с вещами, которые более злободневные, которые действительно не дают возможность людям узнать свое прошлое, не дают возможность им гордиться, не дают возможность людям жить с целью, с надеждой. Ну, в общем, не бесцельно проживать свою жизнь, потому что люди, которые не имеют... Вот большинство сейчас, получается, людей, которые пытаются заработать деньги, купить машину пятое-десятое, у них нет цели в жизни, цели высокой. Есть цель какая-то вот такая вот низменная, вот сиюминутная, да, купить то, купить это, приобрести то и что. Вот. А если у нас цели нету, да хоть 20 праздников сделай, ничего не будет. Нужно изменить. Владимир Владимирович не просто так сказал по телевизору, что у людей должна быть национальная идея. Без идеи бессмысленно. Можно праздновать все что угодно. Вот когда мы заимеем эту национальную идею, и она будет у нас, как в советское время, у каждого в голове и в сердце, пусть нас тогда обманывали, пусть, но люди искренне верили в то, что они делают, и люди жили по ощущениям лучше. Не имея рубля в кармане, они жили лучше, чем сейчас, имея рубль в кармане и не имея цели и идеи, существуют. Вот я об этом. Хорошо, но в этом случае найдутся, наверное, те, которые скажут, ведь в нацистской Германии тоже люди поверили в идеи, и тоже двинулись освобождать, подчинять, наводить порядок и так далее. И вот я предчувствую просто такие разговоры, что ага, вот там Григорий предлагает очередную русскую идею, а потом эти русичи поднимутся, и опять начнется там кровопролитие и прочее-прочее. Ну, я на этом могу сказать одно. Назовите хотя бы одну дату в известной истории, когда Русь напала на кого-то. Хорошо. Это как у Задорного, да, вы вероломно напали на шведов под Полтавой. Хорошо, парировал, молодец. Ну что ж, давайте тогда еще. Михалыч, да, в заключение, вот предложение, когда я сказал создать такие праздники и внедрить их в народ, и 23-е не трогать. Пускай те, кто празднуют, те празднуют. Просто еще дать возможность людям понять, осознать нашу древность и гордость, и желание быть достойными от настоящих праздников, а не Бутапорских, которые, как считают, нужно, так и назначают. Кто-то вспоминает 18-й год, кто-то вспоминает 41-й, 45-й, кто-то говорит только о том, что я служил, защищал, а кто-то просто празднует, потому что получить духи от девочек или там бритву какую-нибудь. Ну, я бы, честно говоря, если бы я был президент, да? Да, именно так. Я бы сделал то, что сделал Иосиф Виссарионович. Ведь, смотрите, как только, так сказать, дерьмократы пришли к власти, да, первое, что они сделали, это они по поводу и без повода начали вводить праздники. Если сейчас нам не посмотреть, да, мы чуть ли не каждый день что-то отмечаем. Скажем так, если бы я отмечал, как говорится, и как бы остограммировался, я бы уже спился давным-давно. Потому что каждый день какой-нибудь праздник. Нет такой субботы или нет такого воскресенья, чтобы не было какого-то праздника. Не в празднике дело. Должны быть именно основополагающие, то есть такие вот узловые центры. 23 февраля. Они есть, просто это уже традиция у нас, которая идет уже, ну, скажем так, ну, почти 100 лет. У нас есть тоже такой основополагающий, так сказать, праздник. Это 9 мая. Тоже праздник есть. Можно бы здесь, если бы так брать, то взять праздник, ну, ближайший, чтобы, скажем так, в июне месяце, когда был самый парад Победы в Москве. Можно, ведь есть много праздников. То есть взять восьмите вот трояны в день, когда наши предки. Александр Невский. Вопрос не в том, не в праздниках должно быть, а должны быть, ну, как бы, правильно сказать, обязательно я бы ввел, что в такие, то есть ежегодно, каждый день где-то у нас был какой-то, было какое-то событие воинское. Было это в прошлом, позапрошлом веке, 300 лет назад, 1000 лет назад, или 10 тысяч лет назад. Ну, какой, именно, какой-то был. Просто перечислять их. И это все праздники, не просто перечислять и праздновать, а именно вот эти праздники вводить в патриотическое воспитание, особенности молодежи. Я тут недавно пересмотрел, как говорится, мне попался фильм «Сваты». Просто так классно, настроение было там не ахти, думаю, посмотрю, отвлекусь-то. И как раз попал про воспитание, воинское воспитание. Когда дед сказал, теряем поколение. Внуки мои думают, что Брэд Питт замочил Гитлера в этом самом, в кинотеатре, в Париже. Понимаешь, я про что говорю? Должно быть не празднование, а должно быть патриотическое воспитание. Понятно, я тебя понял. Василий Васильевич, нашел цитату? Да, нашел. Давай. Сразу определюсь, что это всего лишь фантастика. Это книжка писателя Сергея Термышева, одна из серий, которая в сериале идет под названием «Древний». Кстати, рекомендую, очень полезная, почтила. Итак, цитата. Сразу упомяну, что это ничего не имеет действительности. Проблема в том, что человеческая генетика двойственна. Наш вид единственный из всех, где лучшая часть популяции составляет ее меньшинство. Большинство же никчемно. Цивилизации движет вверх совсем небольшой процент людей с большой буквы. Остальные просто существуют в свое удовольствие. Их мало интересует все, что не касается их напрямую. Иными словами, ущербность человеческого вида можно выразить так. Большинство паразитирует на плодах труда меньшинства. Если движущая сила лучших это жажда познания, свершений, открытий, научно-технического прогресса, словом, достижения вполне конкретных высот, то большинством движет то, что выражается старой поговоркой. Что бы ни делать, лишь бы ничего не делать. Но и первые, и вторые люди. Таким образом, внутри одного нашего вида открыты два разных. Причем баланс катастрофически нарушен в пользу социальных паразитов. Ибо избавивших от социальных паразитов мы лишимся лишь одного, а именно искусства. Ведь профессиональное занятие искусством это с точки зрения научно-технического прогресса цивилизации тоже паразитирование. Художник, композитор или поэт не сможет ни провести сложную операцию, ни вырастить пищу, ни создать космический корабль, ни противостоять тщательно подготовленному солдату противника. Но без искусства жизнь того же ученого, монтажника или воина станет блеклой, однобокой и монотонной. Психическое развитие получит серьезный дисбаланс в сторону прагматики, что лишит людей ряда уникальных морально-психологических качеств. Но самое главное, в произведениях искусства нуждается тот самый критерий, который мы обладаем. Что без культурной составляющей, мы обречены на гибель, так как именно критерий есть главный ее потребитель. Хоть и многим это на первый взгляд кажется незаметным. Сразу хочу уточнить, что для всех речь идет о настоящем искусстве, а не о том компосте, который вы тут развели. Ваш вид, наш вид неотделим от этого чувства. Без него мы обречены на медленную деградацию и вырождение. Следующая цитата относится к тому, когда составлялась новая конституция галактического содружества. Итак, пункт первый. Боевой флот содружеств, базирующий на планете Дея, является гарантом конституции со всеми вытекающими отсюда последствиями. Пункт второй. Отныне человечество делится на две категории. Граждане содружества и жители содружества. Гражданином содружества является человек, отслуживший в вооруженных силах минимально допустимый срок. Исключений не существует. Попытка их изыскать как на государственном, так и на частном уровне является государственным преступлением. Пункт третий. Минимальный срок службы в вооруженных силах содружества составляет десять лет. Пункт четвертый. Служба в вооруженных силах есть занятие добровольное. Служить или не служить каждый определяет для себя сам. Минимальный возраст для поступления на военную службу в условиях мирного времени составляет двадцать один год. Соответственно, право голоса в условиях мирного времени приобретается не ранее, чем в тридцать один год. Пункт пятый. Человек, не прошедший военную службу, является жителем содружества и не имеет гражданства, так как не доказал делом свою способность сопоставлять интересы человечества выше личных. Отныне для получения гражданства просто родиться недостаточно. Придется еще доказать свою полезную для рации. Пункт шестой. Лица, не имеющие гражданства, не имеют права голоса и не принимают участия в выборах в органы государственной власти любой ступени. Неграждане также не имеют права занимать руководящие должности, вести научную, общественную, а также среднюю и крупную коммерческую деятельность. Пункт седьмой. Неграждане не обязаны оказывать содружеству какую-либо помощь во время войны, равно как и содружество не обязаны оказывать во время войны помощь негражданам. И в том же духе продолжается все дальше это повествование. Так что, я думаю, эта цитата является более чем показательной в нашем контексте. Еще раз назови, откуда ты цитировал эти цитаты, откуда ты их брал, потому что здесь есть вопросы. Васильич, дай ссылку на защитную цитату, хотя бы название произведения, в котором она есть. Произведение называется, сейчас я скажу, это сериал называется «Древний», писатель ее Сергей Тармашев. Я цитировал из шестой книги под названием «Возрождение». Всего в серии семь книг. Рекомендую к прочтению. Хорошо, благодарю тебя. Ну что ж, давайте тогда зачитаем то, что у нас появилось в чате и дальше будем переходить к следующему пункту нашей сегодняшней беседы в заявленных посиделках. Итак, во время нашей передачи за первый час были получены следующие вопросы и реплики. Вот давайте к первой самой и сейчас перейдем. Вопрос в эфир от Антона. 23 февраля, он же смещенный, 8 марта, иудейский Пурим этот вопрос рассмотрен во многих статьях. Думаю, что здесь даже мы не будем касаться его. Просто открывайте, сравнивайте. Но самое интересное еще, что я рекомендую, когда вы касаетесь каких-то исторических моментов, то поднимите старенькие календарики, не только светские, но и различные религиозные. сейчас в компьютерах, в интернете, вернее, в интернете на серверах есть различные программки, которые рассчитывают, какой день, какого праздника, в каком там году соответствовал, какому празднику соответствовал. И посмотрите, что, когда соответствовал, в том числе и по иудейскому празднику. И тогда станет вам четкий представитель ответ, было это, не было. Если это было, то по современному летоисчислению или по старому летоисчислению, которое в России существовало и так далее. Просто сами попытайтесь разобраться. Ничего сейчас комментировать дальше не буду. Статей, еще раз говорю, огромное количество. Просто еще рекомендую каждому включать мозги и проверять, а не просто говорить, а вот мне там кто-то сказал. Дальше вопрос от Анастасии Рейс. Вопрос в эфир, Анастасия Рейс. Но вообще этому празднику сейчас присвоили какое-то примитивное значение. Скопом поздравляю всех мужчин, причем даже тех, кто оружие в руках никогда не держал, можно сказать изначально по какому поводу был учрежден этот праздник. Благодарю. Ну, вот две статьи прозвучали, я думаю, что ответ здесь уже в этих статьях присутствовал. Далее, Владимир Измытищ, реплика в эфир от Владимира Измытища. Лично я думаю, что в древние времена, в середину зимы старые воины-деды вручали оружие и снаряжение молодым воинам в своей замене. Давали советы, указания, делились воспоминаниями о своих славных делах. Отсюда примерно и 23 февраля. Так, дальше. Анастасия Рейс, полно других значительных дней в нашей истории в одной Великой Отечественной войне. Столько дат, что на весь год хватит. А 23-й это финт революционного времени. Дальше. Сергий. Раньше был день Перу, но 2 августа день воинства. Владимир Измытищ, ребята, календари сто раз менялись. То, что сейчас 23-я, сто лет назад было другим днем. Дальше. Аркуинон. Лично я считаю, что дни воинской славы нужно праздновать дни Перуна, летний и зимний. Все же Перун великий воин и наш светлый бог. Дальше. Мне поправляют, что день Дида будет 25-го. Да, я мог ошибиться, просто я помню, что вот в эти дни у нас день Дида, так что не обессудьте, если я ошибся, чуть-чуть там на день, на два. Просто я говорю, что вот в эти дни, в зависимости от какой там год, он может плавать. Дальше. Владимир Измытич. Если все критикуют 23 февраля, то тогда я скажу защиту. Есть логика намерений, а есть логика обстоятельств. Мы сейчас высоко смотрим на дела людей, которые сто лет назад принимали какие-то решения и ищем в них действия какие-то намерения. Вполне вероятно, их не было. Вероятно, люди решали свои текущие дела, разрешали текущие обстоятельства. Нельзя с современной точки зрения судить события столетней давности. Ну вот, в принципе, и все комментарии, которые к нам пришли из чата. Если, друзья мои, если что-то есть добавить, пока мы к новой теме не перешли, то добавляйте и закрываем там 23 февраля и переходим к следующей теме. А если есть вопросы по радио, то, пожалуйста, можете задать эти вопросы. У нас еще будет немножко времени, чтобы поотвечать на эти вопросы. Но сразу хочу сказать, что весь наш эфир в конечном итоге нацелен на такую тему, как от суеверия к ведовству. Я так понимаю, никаких дополнений от наших соведущих не будет? Если нет, тогда давайте я поставлю музыкальную паузу и сразу тогда переходим к статье, по которой, в принципе, и будем дальше общаться. Из серии «Братья месяца» 18 февраля Агафья Коровница. Братья месяцы Программа о названиях, приметах и преданиях. 18 февраля Агафья Коровница Голодуха Агафья в народе считается защитницей от пожаров. И вот почему. По церковному преданию, когда на острове Сицилия Родина Святой началось извержение вулкана Этна, верующие взяли одежду с гробницы Агафьи и вышли навстречу потокам лавы, и извержение прекратилось. Святая Агафья считалась в народе и покровительницей домашнего скота, помогая хозяйкам беречь и холить главных кормилист деревенской семьи – коров. Бить летом и осенью в тепле до приобильных кормах российские буренки в особой защите не нуждались. Но в конце зимы, когда не только сено, а даже солому приходилось экономить, и с худавшим и обессилевшим коровам приходилось худо. Нередко в это время от истощения из-за разных болезней вымирали целые стада, а суеверные предки наши связывали такой катастрофический падеж с появлением в деревнях коровьей смерти. Существовало поверье, что в этот день по деревням бродит злобное существо в облике черной кошки, собаки, коровьего скелета или отвратительной старухи. Особенно опасным этот дух считался именно на Агафью, ведь с этого времени начинался отел. Мужикам в это время строго-настрого запрещалось покидать дома, собак, даже самых послушных, на привязи держали, а скотину надежно запирали в хлеву. Чтобы оградить себя от злого духа, крестьяне проводили обряд опахивания, после которого коровья смерть не могла уже попасть в село. Тогда она уходила в лес, всю зиму бродила по болотам, до тех пор, пока не потеплеет и скотину первый раз не выгонят на вольный выпас. Тогда она, чахла и изголодавшаяся, снова пробиралась к людям, но если ей опять не удавалось добраться до скотины, снова убегала в лес или степь. 18 февраля поили скотину святой водой, а в хлев клали лапти, вымазанные в дегте, очень хороший оберег. Чтобы отогнать коровью смерть, выставляли в дверях осиновые деревца, жгли вереск и колючие травы, чей дым отпугивал нечистых духов, жгли травы на сковородах, потому как нечисть боится этой утвари, напоминающей своей формой живительное солнце. Желая охранить свой дом от пожара, крестьяне на Агафью освещали хлеб и соль, которые потом хранились в избе целый год, оберегая ее от огня. Если все же случалось несчастье, такие освещенные хлеб и соль бросали в сторону пожара, чтобы потушить огонь, или в противоположную от деревни сторону, в поле, чтобы огонь последовал за угощением и оставил людей в покое. Считалось, что на Агафью из Нави поднимаются нечистые духи и, превращаясь в птиц, заглядывая через печные трубы в дома. Чтобы оградить себя от нечисти, вечером трубы крепко-накрепко закрывали, а на загнетке курили чертополох. Здоровья вам и кормилицам вашим, славяне! Братья-месяцы Продолжаем разговор. Итак, продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 22 февраля 2016 года понедельник, по одному из старинных 32-й день месяца в Юг и Стужа 7524-го лета Седмица. Отцу Верия к ведовству мы переходим к этой теме с сегодняшнего нашего живого эфира. Напоминаю, что участники эфира это участники радио и еще Анатолий Михайлович к нам присоединился Ратник. И вот мы прослушали с вами вот такую интересную статьейку Агафья-коровница из серии Братья-месяца. Во-первых, я хочу, чтобы вы как-то прокомментировали то, что услышали. Во-первых, понравилась или нет статья, нужны ли такие статьи или нет. Это первое, что я хочу понять от вас, наших радиослушателей. И второе, какие моменты на ваш взгляд, теперь начинаем играть, какие моменты на ваш взгляд в этой статье являются язычеством, суевериями, предрассудками, а какие моменты являются ведовством. Ведовство, я понимаю смысл от знания, то есть то, что человек не просто механически повторяет, а именно делает так, чтобы принесло это эффект, потому что он ведает, что он делает и для чего он делает. Но прежде чем вы начнете здесь что-то писать, я предоставлю микрофон нашим участникам. Очень забавные такие у нас идут тут картинки в чате. Итак, предоставляю нашим участникам микрофон для того, чтобы как-то прокомментировали эту статью. Так, Григорий откланивается, пока он пошел заниматься своими делами неотложными срочно. Ну, хорошо, у нас еще остается Василий Васильевич и Михайлович. Анатолий Михайлович, давай с тебя начнем. Что ты услышал в этой статье? Ну, что я могу сказать? Я услышал праздник. То есть те поверья, которые, вернее, тот праздник, который отмечался нашими предками с определенными ритуальными действиями. Я бы не сказал здесь так, что непосредственно это язычество, потому что вообще я к слову язычник отношусь, скажем так, очень болезненно, потому что это неправильное, скажем так, слово непосредственно. В этих ритуальных действиях, которые там показывали непосредственно, это те остатки родовой памяти, которые у нас раньше было заложено и потом ну, скажем так, превратились в определенные ритуальные действия непосредственно. хотя мы должны понять, что мы-то все принадлежим Вселенной, принадлежим и наша связь с космосом, она не обрывалась, не обрывается, просто единственное, забыли мы эту связь или не забыли. И поэтому, когда мы познаем и знаем, что это все энергии, энергии везде, но только эти энергии нашими предками были превращены в определенные обрядовые действия. Ну, для начала, скажем так, дальше потом еще поговорим на эту тему. Хорошо, Василий Васильевич. Ну, присоединюсь к Анатольевичу, к Михайловичу. Статья хорошая, мне самому понравилось, я вот читал тоже некоторые вкладки и из различных статей, и вот на мысль приходит такая вот, как бы не знать сказать, образ, действия. Дело в том, что можно назвать эти суевериями, но суевериями, опять же, основное вот даже взять само название слова суеверия, это вера во что-то. Вера в суете. Да. То есть, не та вера, которую мы подразумеваем, а вера в суете. То есть, вот суетится человек, толком ничего не понимает, но во что-то есть. Не совсем так. То есть, у нас есть еще поговорка такая, не упоминай в суе. Ну, правильно. Вот. Поэтому не надо утверждать, вот как мы взяли, что буквы такие написаны, по этим буквам мы все и раскладываем. Подожди, Васильевич, так в суете, вот мне появится разговор, что не упоминай Бога в суете, в суе, то есть это сокращенно, суетак. Ты к Богу должен обращаться не в суете, а в здравомыслии, не отвлекаясь на другие проблемы, на другие вопросы. Вот поэтому слово суета. Мысли были успокоены и приведены в порядок. Да, 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 вот именно. Это да. И вот это именно, что вот это суеверие, то есть спокойная вера в то, что происходит, то, что есть. Многие как бы скептически, даже скажу критически относятся к тем позициям, когда у нас были почитания наших домовых духов. Ведь многие скептически относятся и к шаманизму, многие скептически относятся к другим видам верования, таким как вера духа камня, духа дерева остальных. Но можно отрицать, можно отрицать все, что угодно. Можно отрицать то, что даже на небе солнце ходит, но от этого никуда не денешься, оно там. И то же самое нужно согласиться с тем, что у нас существуют и лешие существуют, и остальные духи, которые управляют своими силами и чарами. И здесь то же самое. Вот говорят опахивание. Вот тут в чате написали вот этому опахиванию ведовство, кидание в огонь соль с хлебом, фигня какая-то. Но я не считаю, что это фигня какая-то. Потому что опахивание это прохождение, изготовление так называемой межи, разделение того края от этого края. В свое время у нас образовалось вот в моем крае есть такая район называется Мезенский. Многие сравнивают его там, вот там пришли там немцы, там вот у них там был мезя такой. Ну, придумать можно что угодно. Межа, межень, то, что была проведена черта. Вспомните сказку древнюю, как змей Горыныч с царем землю делили. Они же в конце сказки пропахали межу. Зачем? Вот и ответы будем искать вместе с вами. Я считаю, что многие вещи нужно воспринимать после того, как мы поймем, о чем идет речь. А это очень достаточно сложно в современный период. Потому что для этого нужно начать мыслить образно. То есть даже если вот взять то, что вот в этом времени заканчивалось там корм для коровы и все прочее, прочее, ну, в свое время да, но если хозяин не постарался в свое время, поленился, естественно, оно закончится. Вот. Ну и остальные тоже вещи. Например, к этому времени корова могла уже от отсутствия, просто от отсутствия солнечного цвета и прочего, ну, запереть кого-нибудь на всю зиму в подвал и посмотреть, как он там будет себе жить. Не очень-то, по-моему, ему будет интересно. Поэтому и производятся какие-то действия для того, чтобы поддержать ей здоровье. Воздаётся тому же авиннику какие-то требования потом ещё другие. Я так думаю. хорошо, понравилось, что запереть кого-нибудь в подвал на всю зиму, потом сказать, как там себя чувствуешь, дружище. Ну, ничего, Илья Мурвис-то сколько лет сидел в подвале и без еды, и нормально праной питался и при этом силу не потерял. Так, ну, давайте теперь разбирать. Здесь идут уже такие писания в нашем чате, реплики. Вот, значит, да, опахивание – это точно ведание. Ещё бы, давайте уточним, а чем это ведание, чтобы вот не просто вот сказали, это ведание, это там предрассудки, это ещё что-то, это суеверие, а всё-таки давайте писать. Ведание вот потому-то, потому-то. Ну, давайте начнём с самого начала. Говорилось, что в эти дни начинался отёл, то есть, вот в эти дни на следующие и так далее начинался зимний отёл. Вот, давайте отталкиваться от этого. То есть, мы сейчас Агафью саму не рассматриваем, вот её святость и так далее, там, бросание хлеба в огонь, хотя здесь тоже можно разобрать, но всё-таки давайте начнём с того, что вот начинался отёл. И дальше женщины что делали? Кто интересовался более полной статьёй, не той коротенькой, которая вот из-за формата у нас звучит всего четыре с небольшим минуты, а полной статьёй, те, наверное, себе могут представить, как это всё происходило. Значит, выбиралась та, на которой будет пахаться, которая будет запряжена в саху. все женщины выходили с песнями, с какими-то ритуальными действиями за пределы деревни. Дальше раздевались до рубах и по снегу босиком, произнося какие-то слова, запрягая эту женщину в саху, ну и, естественно, помогая, потому что она бы одна не могла бы это всё делать, шли по снегу и пахали вокруг деревни. И вот тут начинается, значит, в этот день все собаки должны были сидеть на привязи, даже те, которые были очень ласково дружелюбные. Все мужчины должны быть в доме, кошки тоже должны быть в доме, коровы и прочие животные тоже не должны выходить из хлевов. Дальше в эти дни ставили осиновые коля около дверей, жгли чертополох, жгли веск. Вот давайте разберёмся, а там лапоть в дёгти клали. Вот для чего эти все моменты? Опять же, закрывали все трубы, чтобы птицы не попали в дом, потому что из нави птицы якобы превращались, вернее, в птиц превращались навники и через трубу могли в дом попасть. И для этого разжигали чертополох и вот он на этой приступочке дымил и отпугивал эту всю нечисть. Вот столько много терминов здесь я вбросил. Теперь давайте смотреть. Значит, понятно, тёлковёр и вот женщины опахивают. Для чего опахивали? Давайте разбираться. Какие есть версии? Михалыч? Ну, я бы здесь подошёл немножко с другой стороны. я недаром затронул именно вот тему энергии, потому что всё и вся состоит с энергии. Мы тоже энергии, но в плотном плане это всё уплотнённое полностью. Когда-то, раньше ещё, скажем так, ну, по крайней мере, тысячу лет тошно тому назад, до тотальной христиализации нашей, как говорится, Руси полностью, ведь почему говорили раньше, что женщины, это, в принципе, они потом становятся ведуньями, они ведают. Их потом попы и прочее, как говорится, так сказать, тёмная нечисть обзывали ведьмами и тому подобное. Не в этом дело. Главное, что они знали, как именно светлые энергии, светлые энергии, светлыми энергиями почистить пространство от тёмных энергий. Такой полностью. И вот этим очищением они очищали пространство и в то же самое время, значит, уходили все болезни, потому что вот именно. Но были именно ведунья, которые это знали, как это делается непосредственно. Ну, а со временем народ то, сами понимаете, что проходило, и народ становился, скажем так, не в неведеме, не знаниями, а те непосредственно люди, которые знали, они это всё превратили в определённый ритуал. И вот именно вот этот ритуал опахивания, то есть проведение вот этой черты, межи, непосредственно вот этого, а ведь на самом деле, там не любую брали женщину, которая впрягалась, вторая женщина, которая становилась именно, ну скажем так, за эту цеху, это были специальные именно ведуньи, которые на вид, да, они вроде бы там идут, пашут и больше там, ну вот, руками машут или там что-то там выкрикивают, основным людям это непонятно было полностью, а на самом деле они просто преобразовали энергии, вот этими, то есть светлыми энергиями они очищали всё и вся. вот моя точка зрения. Хорошая точка зрения. Пожалуйста, наши радиослушатели, пишите, для чего опахивали-то и как это опахивали. Здесь вот написано, создавали обережный круг своими телесами. Кстати, я тогда сказал, что ведущая женщина, ведь ведьма это ведущая мать, так что ничего здесь страшного нет, и любая ведьма, настоящая ведьма, не тех, которых сейчас чернушницы везде показывают и говорят, что это ведьма, нет, настоящая ведьма это ведущая мать, которая умеет структуризировать пространство, создавать благое пространство вокруг себя, содержать в благе свою семью, своих детей и так далее. Здесь очень много чего интересного. То, что уже превратилось потом в ведьму с длинным носом, с корявыми пальцами, с бешенными глазами, это не ведьма, это чернушницы. Так что это надо всё понимать. Василий Васильевич, для чего пахали, как думаешь? А для чего чертили обережный круг? Ну и ответь. Вот. Ответь. Наверное, для того, чтобы оберечь. У нас ведь, помните, старый фильм есть, когда Леонид Куравлёв, будучи в церкви, на ночь запёрся, начертил вокруг себя круг. Для того, чтобы нечистая сила не смогла проникнуть вовнутрь. Поставили, так сказать, он заслоны ей поставил. Но это он вокруг себя, как говорится, на коленях поползал вокруг и нарисовал. А вокруг деревни, как говорится, мелом нами снегу не начертишь, поэтому брали более конкретное. Это уже брали либо орала, либо саху, либо что там у них было в хозяйстве и уже опахивали. Это раз. Во-вторых, если это делали женщины, то нужно, в первую очередь, вспомнить, какая сила у женщины. Она идет от земли, ибо она является, мы и так и называем матушка-земля, и ее уже сила оберегает все остальное пространство, которое находится внутри круга, то есть дом, кем она является хранительницей, и всех жителей этого дома. Почему мужиков туда и не пускали, потому что не их день был. Молодец. Молодец, хорошая версия, да. Я могу добавить. Да, добавляй. Вот почему именно мужчин как бы запирали в домах кошек, ну кошек вы уже прекрасно знаете, прочитал, так сказать, сказку про зачем Бог всего сущего создал кошку. Там ясно сказано, именно чтобы и птицы то же самое закрывались, не допускались, потому что именно вот эти вот все живые существа и мужчины в том числе, они могут как бы не взначально нарушить то пространство, еще не сформировавшееся вот это пространство, которое именно вот эти вот женщины, очертая круг, именно создают непосредственно. Хорошо. Вот здесь идут такие реплики о том, что своими телами создавали обережный круг, опахивали для того, чтобы животные не заходили за круг. А для чего, чтобы животные не заходили за круг? Вот напишите, кто это написал в чате, мне интересно, какая точка зрения у вас. И смотрите, на самом деле, что получается, да, и когда женщины, представьте себе, женщины, например, ну там, 50-100 женщин одновременно идут босиком по снегу, одновременно кричат, что-то поют, какие-то заговоры произносят, причем раздетые женщины, только в рубахах. И представьте себе, вот, насколько бы было им комфортно, если бы стояли мужики или ребята и пальцем тыкали и ржали бы стояли. Вот давайте с этой точки зрения посмотрим, даже вот так просто прагматично посмотрим, вот было бы приятно это, чтобы их мужчины отвлекали там и пальцем тыкали на полураздетых женщин, тем более с растрепанными волосами, ну, раздетые, как будто только что встали из постели. Это первое, да, что вот, напрашивается на ум. Второе, что мужчины, как правильно сказал наш ратник, все-таки они несколько другим занимаются, и создавать обережный круг в данном случае вокруг своей деревни и, в первую очередь, вокруг скотины, потому что женщины больше скотины занимались дойкой, ходом, все-таки должна женщина. И обережный круг, он, как правильно Василий Васильевич сказал, мелом ты не нарисуешь, поэтому и чем-то чертился более таким значимым. Хотя, с другой стороны, ведущая мать, одна могла и без всяких этих там, и что-то другого, орала просто создать мысленный этот круг, и он бы стоял и долго работал. Видимо, мы имеем уже отголоски некого упадничества, когда, да, женщине для того, чтобы создать такой обережный круг, необходима была помощь большого количества других женщин, других людей. Все-таки мы уже более поздному ведовству обращаемся, а не к изначальному. Дальше, когда такое количество женщин прошли вокруг деревни, то в этом случае дикие животные, все-таки нюх-то у них есть, они понимают, что здесь что-то не то происходит, потому что вот что-то вспахано, что-то натоптано, какие-то запахи в большом количестве, и, наверное, не очень хорошо сюда заходить. И с этой точки зрения еще рассмотрели. Так, теперь давайте посмотрим, а с какой целью этот круг чертился именно в эти дни, кто мне скажет? Михалыч. Ну, я здесь слабоват, не могу ничего сказать. Ну, я в самом начале сказал, отел коров идет. Видимо, да, из-за того, что в это время как раз шел основной отел именно скотины, и именно перед этим отелом и создать вот это вот светлое пространство, чтобы все произошло благополучно. Хорошо. Василий Васильевич? Ну, я, честно говоря, есть, конечно, свое мнение, но я не могу его высказать настолько, сколько, что я буду в нем уверен. Потому что если... Ну, как версию, ты можешь просто как версию сказать. Ну, если как версию, только, да, я опять же вернусь к тому, что давайте кого-нибудь посадим в подвал и посмотрим, что с ним будет через полгода. Вот. Во-первых, любое живое существо, оно требуется в подписке солнечной энергии. Это раз. Во-вторых, насколько я знаю, долго проведи время, то, что в подвале, там, в этом, в телятнике и все прочее, прочее, вызывают само угнетение вот этого иммунно-ниитетного состояния, когда организм уже становится слабым. Почему и делаются вот эти вот окуривания пахучими дымами. Нет, до окурии мы еще не дошли. Мы сейчас просто говорим вот про... Упомянем их все равно. Перед этого нам никуда не уйти. Вот. Для того, чтобы очистить хлев от тех микробов, которые там осели. Вот. А во-вторых, это может еще... Мы вообще говорим о опахивании, да? Ну, в первую очередь, да. Для чего опахивали? Первый, для того, чтобы правильно ты сказал, из лесов не пришла вот эта голодная нечисть, которая, как описывается, вот эта нечистая сила в образе уродливой старухи там граблями в руках или прочее там... Черные собаки там... Да, 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 да. Вот. И которая именно из моря наводит. Почему ее и называют лиходейка, лихоманка? Ну, естественно, это уже как бы изначально ничего хорошего не говорит. Вот. То есть, оградить от воздействия какого-то, если так уж слишком хорошо сказать, то кармического воздействия и в звене. Понятно. Ну, давайте разберемся. Значит, в эти дни начинались первые выходы коров на улицу. В эти дни начинался отел. То есть, отел-то всегда, когда корова более слабая, да, плюс еще голодуха, то есть, корова недокормлена. Получается, любая инфекция, она могла быть страшна. Поэтому собак держали всегда на привязи с какой целью? Давайте разберемся. А с той целью, что если вдруг попадается собака на дороге, значит, это чужая собака, ее надо убить. Потому что никто не знает, бешеная она, не бешеная. Откуда она прибежала? Кто ее знает? Доходил даже до того, до такого, ну, слово подобрать-то, идиотизма, что убивали даже встречных людей, если они попадались на встречу вот этому каравану женскому. Но это уже совсем там описываются какие-то страшные случаи. Скорее всего, тогда, когда мор был. Потому что вот и опахивали не только для зверей, но и для людей. За границу не заходить, у нас начинается отел. Все, карантин. Никто к нам не заходит. Кто придет, собака или там человек вот в эти дни. Все. До свидания. Почему? Потому что к отелу относились очень и очень серьезно. И поэтому собак и кошек закрывали, и в том случае, если попадалась какая-то бездомная кошка, значит, она чужая. Собака, значит, она чужая. А в этом случае ее просто прибивали, потому что никто не знает, с какой целью она пришла, и болеет она или не болеет. Вот здесь очень просто, ну, мне кажется, можно так вот рассказать, если просто включить здравомыслие. Опять же, дикие звери, как правильно сказали, там тоже, в общем-то, не сладко в лесу. И понятно, что дикие звери, они тоже все время были устремлены, а что бы такое спереть-то в ближайшем населенном пункте. В ближайшем населенном пункте есть маленькие телята, которые сейчас появляются. Телята, ягнята и все остальные. Поэтому их можно спереть, ими можно полакомиться. А тут, вот, пожалуй, себе обережный круг, и не очень-то и хотят, наверное, животные из этого обережного круга заходить лишний раз. Здесь не говорится, конечно, про то, что ставили какие-то красные флажки, как это охотники ставят ленточки с красными флажками. Ну, я предполагаю, что, скорее всего, где-то и это тоже делали. Так, теперь следующий вопрос. А для чего ставили осиновые колья? Вот кто мне скажет? Осиновые деревца срубали, делали колья, ставили перед загоном, перед хлевом около дверей. Ну, честно говоря, я вот такого не слышал. Понятно. Осиновым колом знаете, кого этот самый к сердцу пробивали. Может, с этой побуждений. Так, что напишут наши радиослушатели? Осиновые колья для чего ставили? Именно около двери в хлев. Это больше похоже на ту присказку-прибалутку, когда весь перепуганный сосед прибегает к другому, говорит, приколись, а сосед-то вампиром оказался. Почему? А я ему сердце кол забил, он умер. Понятно. Ты когда про церковь рассказывал, вот я не стал тебя перебивать правее, вернее, про церковь, а правее, когда Фома вокруг себя круг чертит мелом, и его не видит нечисть, мне как-то задали вопрос. Скажите, пожалуйста, а церковь, она против белых или против чистых или против темных, грязных нечисти? Ну, я отвечаю, ну, конечно же, против грязных, там, нечисти. Вопрос, а почему тогда Фома внутри церкви себя защищает не крестом, не святой книгой, а чертит круг обережный, который давным-давно известен на Руси? И тут я выпал осадок, я не знал, чего ответить. Ну, до поры до времени это было давно. Сейчас, конечно, я знаю, чего ответить, когда разобрался. Ну, вот просто так, мысли-слух. Итак, вот пишут, осина поглощает негативную энергию. Так, от нечистой силы осиный кол оружие под руку, осина отпугивает нечисть. Ну, что ж, давайте теперь посмотрим. Первое, мы говорим, давайте отталкиваться с того, что мы говорим о том, что начинается отел. Многие животные, готовые, особенно дикие, полакомятся молоденькими телятками, ягнятками и чем-то остальным. Приходят непрошенные гости в виде диких животных или больных животных. Первое, нужно чем-то защищаться. Ну, понятно, что часто могли защищаться и ружьем, и стрелой, и что я там еще был, и вилами, и так далее. Поэтому на всякий случай я предполагаю, что да, это мог быть кол, который против соседа мог быть, который вдруг вампиром оказался применен, но не совсем вроде бы удачно. И вот здесь пишут, осины коры содержат аспирин. На самом деле, эти аспирины, я думаю, что не просто так ставили, а еще и зачищали, и чтобы он защищенный был. А раз защищенный, значит, открывались эти все под корой, которые находились вещества. То есть, в данном случае это могло, конечно, использоваться как и оружие, хотя не самое лучшее, но в то же время это могло быть как именно средство для естественного, только то, что аспирин там, антисептик или понижение температуры на всякий случай. То есть, дали корою пожевать, например, если вдруг температура у нее поднялась, она пожевала. Дальше. Давайте рассматривать. Согласны, не согласны, во-первых, я хочу спросить с такими вариантами. Ну, почему? Такой, как говорится, вариант имеет место быть. Хорошо. Василий Васильевич. Все, Василий Васильевич будет писать. Да, согласен. Тоже дела. Голоса не может говорить. Ну, что ж, мы с тобой, Михалыч, вдвоем остались. Давай разбирать, и наши радиослушатели нам помогают. Итак, с осинным колом разобрались. Теперь такой интересный момент. А вот лапти, намазанные еще, да еще дегтом, подкладывали их рядом с коровой в хлев, и это считался оберегом. Давай разберемся, а что же такое за оберег этот лапоть, от чего он кого отпугивал и от чего оберегал? Ну, честно говоря, про лапоть я мало могу сказать. Почему? А почему именно дегтем смазывали, это известно, потому что деготь, он от многих болезней используется полностью. И именно здесь его применяют то же самое, и как в обережном смысле именно вот создание тоже имеет место быть, потому что, ну, по крайней мере, как антисептик, почему бы нет? По крайней мере, я про себя могу сказать, вот мне тут порекомендовали недавно как бы рецепты пропить именно деготь, чтобы очистить свой желудочно-кисчастный тракт. Я это сделал и намного себя лучше чувствую. Очень. Поэтому, что его применили именно, его еще применяют именно от кожных болезней, да и это самое дегтярное мыло, мы все прекрасно знаем и вообще, так сказать, поэтому здесь, как именно и оберег, почему бы нет, да. Хорошо, вот здесь тоже пишут, что деготь, вероятно, для того, чтобы отпугивать насекомых, Владимир Азметич написал. Вот, и тут дальше уточнение, Сергей, по латыни первый аспирин добывали именно из осины. Дальше, осина является деревом вампиров, то есть, поглощающим энергию, в том числе, при всех воспалениях, при осложнениях, например, дуб наоборот, донор, он дает энергию. Вот, кто-то здесь написал, а может быть, осиновый кол ставили, чтобы показать, что хозяева, это не вампиры. Вот, Василий Васильевич написал, что деготь – сильный противоаллерген, и, кстати, сами лапти, в основном, из бересты, и сильный запах дегтя помогает при дыхательных процессах. То есть, мы все время, давайте отталкиваться, что в эти дни начинался отел. Отел – это всегда, должны понять, что такое отел. Это когда выходит не только теленок, но и выходит послед, это выходит еще много чего другого, а там, где вот это выходит, там очень много запахов. Запахи не просто так появляются. Запахи к себе еще много кого притягивают. И животных диких они притягивают, и насекомых разных они притягивают, и потом начинают бактерии, если хозяйка чуть-чуть где-то упустила здесь селиться, и поэтому нужно было чем-то это обеззараживать. То есть, отпугивать животных, отпугивать насекомых, обеззараживать и так далее. Дальше, вот здесь написала Вера, ничего не сказали о том, почему женщины в одних рубахах простоволосы, да, с расплетенными волосами, да и босиком. Ну как же, сказали, что вот они раздевались, но если у Веры есть предложение, свое видение этого вопроса, то, пожалуйста, выскажи, чтобы мне самому от себя постоянно ничего-то не говорить. так, дальше, вот здесь пишут, есть более, Владимир Владимирович, есть более активные травы, нежели чем защитный кол. И вот тут давайте мы уже переходим к травам. Пока Вера нам пишет, для чего распущенные волосы босиком в одних рубахах у женщин были, когда они опахи не занимались, мы с вами переходим к разделу про сами травы. И так упоминаются две травы в этом нашем повествовании. Первое – это вереск, и второе – это чертополох. Вот давайте разберемся, а что такое вереск, что такое чертополох. Вот если так смотреть по народной медицине, где применяют чертополох, то можно просмотреть. Используется в качестве биологически активной добавки для сердечно-сосудистой системы, усиливает сердечное сокращение, обладает кардиотоническим действием, сужает периферические сосуды, усиливает диурез и повышает артериальное давление. То есть, коровка отелилась, теленочек появился, надо как-то восстановить силы, да, и поэтому начинают применять чертополох. Помимо этого, препараты на основе чертополоха оказывают бактерицидное действие, останавливают кровотечение, увеличивают тонус гладкой мускулатуры. В некоторых странах Прибалтики чертополоха использует в качестве лекарства от кашля и астмы при различных кожных заболеваниях. Сходится? Сходится. Думаем про корову, которая отелилась. В современной отечественной медицине чертополох применяют в качестве средства лечения гнойных воспалений, заживления ран. Для этого раны и гнойники промывают крепким настоем чертополоха. Также применяют растения для борьбы с опухолями, качественных лекарств от столбняка. В некоторых странах чертополох используют для восстановления после операции по удалению опухолей, для профилактики язв и так далее, и так далее, и так далее. Кроме этого, чертополох колючий используют как мочегонное средство, как лекарство от травматизма, вспомогательное средство при лечении расстройств мочеполовой системы, иногда в качестве лекарства от простуды в виде отвара. Ну так вот, давайте теперь подумаем. Коровка отелилась, вот такое у нее состояние слабое, плюс еще недокорм зимой, плюс большое количество бактерий, которые хотят поживиться тем делом, и тут вот разжигается чертополох. Что у нас получается? Коровка, в общем-то, мне кажется, приходит в нормальное состояние, потому что воспаление уже она точно не получит. И... В принципе... Да, говори. В принципе, еще само название вот именно вот чертополох, ведь... Что такое черти? Это именно те сущности, которые живут именно на черте, скажем так, между светлым и темным миром непосредственно. Мы их называем черти. Вот непосредственно. И именно этим запахом, то есть, их отгоняем, но в то же самое время в данном случае, чертополох, это именно еще и какая-то заразная бактерия, которая может прийти. И надо еще не забывать, мы же... что в хлевру, где стоит корова, там кроме коровы еще есть и другие животные, самые куры, те же там и свиньи, и еще другая живность, в принципе, вот... Надо сделать как-то стерильность. Именно эта стерильность и достигалась в то время именно чем? Чем? Именно вот лапоть обмазанной дегтем, то есть, запах дегтя, Плюс еще окуривание вот этими травами. Так что все нормально, ничего не противоречит. То есть, пока про какие-то... То, что там некоторые говорят, ну, это голимоязыческие там суеверия, да, пока мы суеверия здесь не видим. Это может только сказать или невежа, человек, который абсолютно ничего не знает, или поп, больше никто. Ну, то есть, мы видим в данном случае, что это не суеверие, хотя, хотя, вот на мой взгляд, давайте так вот разбирать, что в древности я предполагаю, что чем-то другим добивались, да, вот, и того эффекта, про который мы сейчас говорим. Потом стали применяться уже более земные методы достижения целей. Потом, после этого, стали применяться уже еще более земные, то, что вот уже к язычеству более современному, да, и потом уже конкретно языческие вот такие вот методы, когда люди, как ты правильно сказал вначале, могли не понимать до конца, для чего они делают, просто делают, потому что так делали их бабки, или делает какая-то одна женщина, которая что-то понимает или чувствует, и вот они за ней повторяют. А если мы говорим про видовство, то в этом случае видовство бывает ментальное, астральное, много уровней видовства, в том числе и физическое. Так вот, когда совмещаются вместе все эти уровни, то в этом случае тогда вот не нужно многих вещей делать, потому что ну как-то оно само все получается, не нужно там как-то излишне из себя выходить, там кричать слишком громко, просто человек, женщина вернее, просто начинает и делает то, что необходимо ей делать. При этом ее никто не назовет какой-то там распоясавшейся или простоволосившейся, потому что настоящая ведунья делает, как правило, все очень тихо и спокойно. Ну и так, это мое мнение, здесь можно поспорить. Так, дальше. Еще здесь был один момент, когда брали уже не чертополох, а вереск и тоже его раскуривали, причем на сковородках, которые походили, как здесь сказано в статье, напоминали солнце и вот на этих сковородках, именно круглых, раскуривали вереск. Вот давай разберемся, а почему круглые сковородки? Может быть, здесь какое-то есть такое суеверие или предрассудок? Да, я думаю, нет. Кузнецу, скажем так, сподручнее легче сделать круглую сковородку, чем квадратную. С этих побольше не раз. Ну, а во-вторых, это все-таки круг, это все-таки солнечный диск, то есть, это идет традиция оттуда еще с древних времен, поэтому именно везде, посмотри, у нас круглые, и тарелки все круглые, и чугуны все круглые, и кастрюли все круглые, то есть, круг это изначально кола. А давай еще проще, отнесемся с точки зрения бытового. Вот, к примеру, тебе необходимо быстро, чтобы быстро у тебя начал распространяться дым в большом количестве. Вот, что мы для этого примем? Высокую кастрюлю и поставим ее на плиту или в печку, да, чтобы там разгорелось, или все-таки мы возьмем плоскую сковородку, так ровненько все наложим и поставим опять же на плиту или в печь, где быстрее, равномернее все это занятося? Ну, я думаю, что не в печь здесь, а именно окуривали-то где, в хлеву? Не, но сначала на сковороде это раскуривали, вот надо было, чтобы это быстро все... Сковорода, потому что она и больше, то есть по площади она то и больше была эта сковорода и, ну, как бы и удобнее, ее ухватом взял и понес, как говорится, разносить в кастрюле то и самое или нести это руки, надо, ну, скажем, как рукавицы одевать или тряпки брать, чтобы ее, потому что все-таки, ну, да и близко возле тебя, возле носа ты, как бы, задохнешься. А так ухват взял на сковороде на сковороде ее разжег, то есть, ну, в смысле, начало дымить и понес, ухват как минимум ну, метра полтора, если не больше, если не два метра, ну, зависит, какая печка у кого-то глубокая или нет, или маленькая. И от тебя подальше ты можешь дышать, то есть, воздухом и в то же время носишь, обкуриваешь и по всем углам, видите, в сарае, в том самом хлеву, там же перегородки стоят, ты же не будешь перепрыгивать, перелазить, как в карачках, стоишь, а просто этим ухватом все углы, все это окуриваешь. Так просто удобнее, сподручнее. То есть, опять же, это чисто практическое действие, да? Да, да. Сковорода ее и удобнее, но там не ухватом, скорее всего, ухватом все-таки применялся для чугунков, а скорее такая вот чепелочка, да, вот там не сшелилась, Это именно ухватом назвал. Прихваточка. Прихваточка, да. Все равно ухват, хватаешь. Ну, прихватка. Вот, да, это первое. Во-вторых, площадь большая, сразу много дыма выделяется. Во-вторых, ты можешь положить дозированное количество травы, которое сразу будет дымить, сухой, а в чугунке, ну, вот, представляете, у вас верх, например, горит, а потом пепел образуется, он начинает гасить то, что внизу, то есть, нехватка воздуха. А здесь воздух со всех сторон помахал ею и так далее. То есть, вполне практическое действие, так что ничего сложного здесь, мне кажется, нет. И опять же, применяется трава вереск. А вот про вереск что можно сказать, как ты думаешь? Ну, вереск вообще сакральная трава, я просто сейчас не могу сказать ничего, потому что под руками нету, скажем так, чтобы я мог зачитать или подсказать. Хорошо, я за тебя это сделаю. Ну, в общем, ты говоришь, что это сакральная трава, а еще, кроме сакральной травы, что там еще может быть? Опять же, отел коров. Надо посмотреть этот самый вереск, где применение, все, понял тебя, тогда зачитывай. Смыска вереск, дым и чат от вереска обладает огромной очистительной силой, не только от всякой скверны, а черной энергии очищает вереск. Очищает он дом от сырости, от плесени, от гнили за зиму в доме накопившейся. В данном случае не только в доме, но еще и в авине, еще и в хлеву, в чарне и так далее, в зависимости от того, раздельно или вместе. Дом начинает оживать после зимней спячки. То же самое касается и вот то, о чем мы говорили. То есть, получается, от сырости, от плесени, от гнили. Ну, понятно, что когда у тебя подготовка идет к отелу, то в этом случае надо подготовить так, чтобы не было ни плесени, ни гнили, чтобы все было нормально. Вереск обыкновенный содержит в себе гликозиды, эриколин, лимонная и фумаровая кислота, алканоиды различных видов, также дубильные вещества, смолу, сапонимы и так далее. Это растение применяется как мочегонное и патагонное средство при воспалении мочевыводящих путей и так далее. Вот смотри, и здесь и там мочевыводящие пути. То есть, опять же, корова, понятно, да, что здесь нужно, чтобы все легко выходило, чтобы не было там застоя, чтобы все нормально работало и так далее. Вот мы имеем две травы, которые применялись. Но еще самое интересное, что эта трава еще на приступочке в печке разжигалась и после того, как разжигалась, закрывались все задвижки на печи с тем, чтобы птицы, которые могли собой являть навных, превратившихся в птиц, то есть, из нави выходили чудища, превращались в птицы или там духи превращались в птиц и в трубу могли залететь, чтобы вот как раз птицы не могли залететь. А вот тут что-то скажешь, то есть, вот курили, например, тот же самый вереск или чертополох и потом задвижки все затыкали, задвигали, чтобы вот якобы от птиц защититься. Здесь что скажешь? Ну, не только птиц. Почему? Потому что, ну, птица, она же везде летает и на ней тоже все садится, все прилипает к ней. Если ты сделал, очистил помещение полностью все сделал и туда залетела птица, ну, как сейчас говорят, нестерильная, она туда занесла бактерии. Она туда занесла, как говорится, вот, что такое нечисть? Это как раз и есть бактерии, которые потом разжигали какую-то там болезнь, какую-то болячку. То есть, нечисть это слово нечистота, да? А нечистота там, где у тебя есть бактерии, всякие грибки и всякая зараза. Так, ну, что ж, хорошо. Но здесь можно, наверное, еще один момент учесть. Дело в том, что ближе к весне начинается подготовка, птицы присматривают где бы чего и себе под гнезда. А ведь известно, что многие осенью пытаются разжечь печи, уже зимой, а печи не разгораются. Почему? Потому что наверху кто-то внутри трубы, например, там гнездо себе свил, да? И вот если хорошо прокурена труба, то в этом случае, помимо отпугивания вот этой нечисти, о которой ты говорил, еще может отпугивать птиц, которые часто начинают вить гнезда в защищенном месте. Ведь уже, когда заканчивается февраль, начинается март, там уже печь реже начинает топить, а уже к маю ее вообще перестает топить, да? И вот в эти дни, как раз, в конце зимы, начинают помимо дезинфекции, чтобы дезинфекцию получить еще для того, чтобы у тебя, например, печь, труба воняла дополнительно, и чтобы там птицы еще туда не залетали, не начинали селиться. И с этой точки зрения я тоже не исключаю. Хотя это меньше, конечно, нежели чем просто защитить себя от каких-то там неприятностей, заразы какой-то, но все-таки тоже не исключаю. Если постоянно прокуривать трубу в конце зимы, то в этом случае птичка, наверное, не особо захочет, не захочет лезть туда, где очень сильные запахи. Ну, в принципе, видишь, тут, как сказать, в конце зимы тут все равно топят печь, еще и весной, и не только ранней, и в апреле еще протапливаю избы, потому что полоса-то у нас сама понимаешь, сам понимаешь, какая здесь. Может сегодня жарко быть, а завтра холодно опять, и снег выпасть, и там всякое может быть, протапливали. Больше все-таки, я думаю, именно за того, чтобы птица, да, она ищет, она ищет места, она находит, и просто может случайно залететь и упасть, как бы, ну, в смысле, в саму печку, залететь в дом, вот из-за этого, вот, то есть, опять же, опять же все сходится к стерильности. Вот пока мы с тобой здесь общались, Вера написала ответ. Было сказано, что женщинам было бы неприятно, что о них думают окружающие мужчины. Дело в другом, всякий значимый обряд проводится босиком или в обуви, не нарушающий связь с землей. Волосы, мало того, что взрослых женщин не должны видеть простоволосных и с распущенными волосами, но при совершении обряда волосы должны быть распущены для лучшей связи с космосом. И еще не должно быть ни поясов, ни узлов, также мешающих и нарушающих обряд. Еще в данном случае большое число раздетых жен, проводящих обряд вместе с пограничной полосой, пропитывает и воздух, и землю своим защитным духом и запахом в том числе. Здесь немножко с другой стороны я подошел. Мужчины не должны отвлекать женщин, они не должны видеть опростоволосившихся женщин, которые в одних рубахах. Ну, зачем чужому мужику смотреть на мою жену, да? Ребят, пойдемте-ка это, кваску попьем, посидим там о нашей жизни погутарим, а наши женщины пускай там обряд свой проведут, наших коровок защитят, ну и нас заодно. Вот поэтому, мне кажется, мужиков-то всех якобы запирались, да еще говорили, там приходила какая-то бабка с ухватом, говорит, я тебе только высунь нос, я тебе этот нос твой поправлю, потом в дверь не войдешь. Или в окно будешь смотреть, я тебе как сейчас дам прихваткой, что потом кривой будешь на один глаз. Вот, так что вот в этом смысле я полностью согласен и как-то я вот пытался к этому подвести, что именно мужчины не должны смотреть, то, что на женщин кто-то будет смотреть, все равно. Но все-таки мужчины не должны смотреть на чужих женщин, которые простоволосились, и тем более без поясов, и тем более чуть ли не раздетые. Так, ну вот в принципе мы с тобой разобрали все самое главное. Василий Васильевич, если ты еще с нами и пишешь что-то, то напишись, как ты там согласен, не согласен с чем-то. Вот сковородницу он написал, чем ухватывали. То есть не ухватывали, не чепелка, а сковородница. Ну, принимается этот вариант. Так. Давно в деревне не жили, поэтому название позабывали. Не, но я-то живу в деревне, просто-напросто цивилизация и сюда, будь она неладно, добралась, да, и уже все сковородки с ручками идут уже. Хотя, вот я помню, раньше чепелками пользуюсь такая вот, троечка такая была на кончике. Один снизу, два сверху. Так раз, зачепляешь и вниз. Я не знаю, как там в разных местах. Но вот сковородница тоже хороший вариант принимается. Ну, ухватка, как ухват или прихватка еще были. Вот Василий Васильевич написал, согласен почти совсем. Вот это почти меня несколько смущает, но так или иначе, согласен, это уже хорошо. Ну что ж, наши уважаемые радиослушатели, друзья, какие у вас будут замечания по сегодняшнему эфиру, какие будут мысли, потому что вот мы с вами поиграли. Смогли ли мы пробудить у кого-то из вас новый взгляд на какие-то наши старые, старинные поверия, на какие-то, может быть, на первый взгляд, суеверия? Может быть, теперь, когда вы будете слушать «Братьев Месяцев», вы будете как-то приглядываться по-другому, с другой точки зрения смотреть? Может быть, вы будете понимать, что была ведическая основа в Руси очень-очень древняя, когда ведьма или ведьмак могли сотворять такие чудеса, которые сейчас нашим ученым вообще не снятся. Причем, еще раз говорю, никогда ведущий человек, неважно, мужчина или женщина, чернухи никогда делать не будет, потому что ведущий всегда понимает, что за любое действие ему будет отплата, ему будет возврат. Сделать чернуху в сто крат получишь больше чернухи. Сделал добро, вернется к тебе добро. Поэтому никогда ведьма, ведьмак не делали какой-то чернухи, не делали какой-то грязи, ибо они понимали, что за это будет и здесь, и в дальнейшем. Я бы еще добавил так, что именно ведающие это служат непосредственно Всевышнему, а вот чернухи это все те, которые служат темным силам. и ведущие всегда знали, что в конце концов надо будет давать ответ за то или другое действие, и за это ты получишь как бы наказание. Поэтому никогда черное не делали. Ну вот, хорошо, и дальше. Это когда мы смотрим в глубокую древность нашу, изначальную. Дальше пошло какое-то, может быть, разбалансировка, какие-то, может быть, катаклизмы, как мы уже говорили, да, ведь много находит следов от каких-то катаклизмов, от войн, которые проходили на нашей земле, причем не так уж и давно. Естественно, что когда что-то происходит глобальное, то в этом случае рода разделяются, теряются какие-то связи, дети теряют своих родителей, может быть, ведуны могут уйти из этого мира или их специально отсюда могли убрать. И поэтому уже частично переходят из ведания в суеверие, то есть начинают повторять что-то, но уже не до конца понимают, а что там должно быть, не включают какие-то энергии, не включают какие-то процессы, больше становится обрядовости, нежели чем ведовства. Если мы смотрим еще ближе к нам, когда приходили в ураги и просто уже реально уничтожали ведунов, сжигали на кострах, убивали, заточали, забирали детей, чтобы прерывала связь, то в этом случае вот то, что принято называть язычеством, стало процветать в огромном количестве повсеместно. Его, можно сказать, культивировали, причем язычество культивировали не в том светлом понимании народности, о которой мы говорим, а именно вот в плохом смысле этого слова, плохой древности, когда берется народное непонимание того, что есть на самом деле, и вместо знаний подкладываются вот эти суеверия, какие-то обряды, непонятно, на чем строящиеся и так далее. Вот откуда идет вот это вот разделение. И современность, когда уже все подсели на цивилизацию, на компьютеры, на гаджеты, для них вообще непонятно, зачем какие-то вещи делали. Во-первых, практически никто не живет на природе, а если живут на природе, то как дачники, если скотина, у них что-то есть, то это или кошка, или собака, в лучшем случае там цыпленка какого-то заведут, или поросенка. Вот, но для того, чтобы понять, что такое жизнь, реальная жизнь на земле, необходимо на земле жить, необходимо землю чувствовать, необходимо с землей общаться. Выходишь ты утром, посмотрел на солнышко, да поблагодари ты его за то, что он осветит, потому что без него бы не было жизни, как-то один пошутил, вот без того, кто там где-то висит изображение, убери это изображение, будут жить сколько угодно люди, а вот солнышко убери, на третий день проблемы начнутся, а может быть и на первой. Это так, к слову, это то, что присказка такая есть. Вот, стоишь на земле, поклонись матушке земле, спроси, как ты себя чувствуешь, чем тебе помочь, как сделать так, чтобы тебя не испоганить, себя не уничтожить. Идешь ты к источнику колодца, да молви доброе слово, прежде чем воды взять. Выходишь ты в лес, то выклонись ему, этому деду нашему, поблагодари лесовичка, что он сохраняет его, скажи доброе слово животным, которого населяют, тем существам, которые в нем живут, помимо деда, помимо лесовичка, и все будет хорошо. Живите, посмотрел на небо, поклонись на четыре стороны, каждый из сторон, поблагодари своих братьев, сестер, матерей, там, отцов, пращеров, которые там находятся, кто-то уже видит, может быть, звезд. Скажи доброе слово им на все четыре стороны. Вот это очень важно, когда человек относится с любовью к окружающему миру. Не стучится лбом и не просит что-то от земли. Мать, земля, дай мне здоровье, дай здоровье, а при этом сам там курит, пьет и жрет, не пойми что. Там, отец, или Бог, или Господь, дай мне то, дай мне все, дай мне жену хорошую, я буду дураком, но при этом жену хорошую, а она просит, дай мне мужа хорошего, я тут шлюха последняя, но хочу мужика, принца и так далее. Вот живите по совести, все будет хорошо. Вот когда так вы начинаете жить, то в этом случае жизнь меняется. И вы начинаете понимать, что наши предки, даже утеряв какие-то ведические основы, все равно жили по совести и все равно они понимали землю, все равно они жили, владуя с землей. Вот ты можешь что-то добавить? Я сейчас могу ответить на вопрос, который здесь по кедрам был, как развести кедры и как кедры к себе пригласить. Пока ты думаешь, что ответить, я скажу. Значит, по себе, что я могу сказать? Когда мы приехали на землю, у нас вот рядышком здесь дубов нет, ближайшие дубы, это надо до леса там идти где-то километр. И мы попросили, как-то так вот обратились, с мыслью, к хозяину нашего участка, хорошо бы здесь, чтобы были дубы. Хотим, чтобы была здесь у нас дубовый бор там или хотя бы несколько дубов сидело, чтобы можно было вот в их тени или рядом с ними побыть, потому что осинки у нас есть, березки у нас есть, ну что там еще там, какие-то еще другие есть растения, а вот дубов не было. И вдруг мы начинаем обращать внимание, причем в лес ходили, искали себе дубы такие, которые маленькие, которые можно выкупать, но обратили внимание, что если дубок у вас 10 сантиметров, то корень у него уже 20 сантиметров. Если он 50 сантиметров, то корень у него уже полтора метра, и поэтому, когда выкапываешь, то корень ломаешь. И поэтому мы не стали трогать дубы из леса и стали думать, ну может желтия-то находить. И вдруг, уже на второй или третий год, сейчас не помню, мы стали обращать, что дубы повсеместно стали расти. Вот идем среди осинок, среди берез, среди там еще каких-то деревьев, смотрим, дубок, 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 причем маленькие, вот только-только вылупились, свеженькие, коротенькие еще таких, можно пересаживать. Смотрим, в грядках дубы появились, землю привезли, мы землю разгребаем, и там дубы в этой земле. В грядках прорастают, но из грядки просто она мягкая, взял там и пересадил. Думаем, что бы еще надо? Хорошо, какое-то хвойное такое, то, что мягенькое. Смотрим, три пихточки выросли ни с того, ни с сего. Опять же, вот там, где дубы, взяли, аккуратненько пересадили. То есть, какой вы даете посыл, то и появляется. А по поводу именно, как кедр выращивать, просите, чтобы вам прислали необработанные орешки. Видите, берете орешки, осенью, кладете в какой-то поддон, где есть мягкая земля. Сверху присыпаете, как будто бы вот они упали с шишкой, ведь с шишкой не закапывается в землю, когда падает. Она вот упала на землю. Кто-то там бурнучки, или кто-то еще ее, ну, расколотил, размолотил, ну, какие-то зернышки там остались. И вот она на земле лежит. Дальше ее засыпает, там где-то хвой засыпает, где-то листья ее засыпают, еще что-то. Вот так же и вы делаете условия. Положили орешки на землю, не всовывайте их глубоко, просто положите так, чтобы потом было удобно с ними работать. Ну, через сантиметров там 5, может быть, 6. Поддон сантиметров 5-10. Мягкая земля, вот как вот в Сибири, вот как будто вот хвойник как растет, представьте себе. Положили, присыпали сверху, например, там какой-то, ну, может быть, там сосновыми иголками, какой-то еще листвой и поставили на улицу. На улицу поставили. Пускай, это стоит не просто наверху, а чуть-чуть, вот этот поддон в грядочку куда-нибудь прикопали, чтобы он находился в земле, сам поддон. И вот сверху навалены вот эти все там хвоя, листва, какие-то там остатки. И дальше наблюдать, что происходит. Идут дождики, это все стоит, идет снег, он засыпает. И вот по весне потом, обратите внимание, что будет происходить. Когда растает структурированная вода, появится и снега, обратите внимание, что будет происходить с этими вашими маленькими семенами. Они, во-первых, набухнут, естественно, вы их не будете размачивать. Они пройдут адаптацию зимнюю, то есть мороз по ним пройдется, снежок пройдется, структурированная вода их размочит, солнышко их согреет, уже к тому времени перепреет то, что вы набросали сверху несколько сантиметров, и будет для них пища. Они начнут прорастать. И как только начнут прорастать, вы можете брать уже и пересаживать их или в горшочки для того, чтобы они росли, или сразу в землю. Ну, наверное, лучше в горшочки в некоторых случаях, чтобы вы уже могли потом сажать туда, куда надо. Кедры растут, как и много хвои, очень медленно, поэтому первые 2-3 года они будут очень-очень медленно прорастать. Они будут сначала очень мягенькие. Ну и так далее. То есть, первое, мысль у вас должна быть правильная. Второе, вы должны воссоздать условия развития и прорастания этих семян. Ну и дальше подобрать почву, где чего. То есть, мысли и знания. То есть, ведание и положительные мысли. Никакой здесь сверхзадачи не надо перед собой ставить. Просто позитивно относитесь и смотрите, как они себя ведут в природе. Вот и все. Пожалуйста, в заключении ты можешь от себя что-то такое доброе сказать нашим радиослушателям, вот высказать, может быть, что хотел еще в эфире сказать. Единственное, что я хочу сказать, это надо читать информацию сердцем. Всю информацию пропускать через свое сердце. И все, что нужно, оно отложится. Все остальное выветрится, что не нужно. Ты сам уже определишь, что тебе надо, а что не надо. Все остальное приложится. Это все? Да. Отлично. Как говорится, кратость сестра таланта. Василий Васильевич, что ты от себя хочешь написать в заключение? Вот. Василий Васильевич написал. Веруйте в древность нашу и веруйте в любовь. Остальное нам будет дадено по делам нашим. Золотые слова. Ну что ж, друзья мои, я рад, что у нас сегодня получились вот такие посиделки. Получился очень разносторонний, на мой взгляд, эфир, когда мы проговорили и про современность, и когда мы поговорили о какой-то нашей древности, на примере, практическом примере разобрали, как можно понимать нашу древность, как понимать мудрость древности, чтобы не просто так голосно тыкать пальцами и ржать, как идиот, не понимая, что там происходит. Надеюсь, что вот после вот этого нашего посыла вы теперь будете, если как-то раньше относились не совсем положительно к некоторым моментам, теперь вы будете более ведически относиться к этому, всему, что происходит на нашей земле. И тогда жизнь наладится, и все будет хорошо. Ну что ж, давай говорить до свидания. Всего хорошего. Всего вам самого доброго от всех наших участников радио, от себя лично говорю вам будьте здоровы и счастливы. Напомню, что сегодня у нас 22 февраля 2016 года понедельник по одному из современных календарей, по одному из старинных 32 день месяца в юг и стужа 7524 лета седьмица. Мы проводили живой эфир в виде посиделок. Главная тема была у нас отцы и вери к ядовству, и до этого мы разбирали тему о 23 февраля. Участники эфира, как я уже сказал, это участники радио, и подключился нам ратник Анатолий Михайлович. На 7 я с вами прощаюсь, желаю вам всего-всего самого доброго, будьте здоровы, счастливы, ведайте эту жизнь и включайте здравомыслие. До новых встреч, услышимся. Народное славянское радио для пытливых умов. Субтитры создавал DimaTorzok